Не ждите меня на работе Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый побольше В натуре, натуре, натуре Я буду сегодня на туре На туре, натуре, натуре Смотрите все это в натуре Вот такие великолепные, большие, красивые, золотые медали Наша сборная Запада выиграла в прошлые выходные И эту медаль, вы не подумайте, мы ее не украли Эта медаль нам принес ее обладатель Победитель двукратный Победитель сборных ЛФЛ в составе сборной Запада Вячеслав Епифанов сегодня в студии В эфире передача натуре Сегодня мы будем подводить, друзья, итоги Нашего большого западного округа В студии Михаила Меркулова, Дмитрия Шоу Сегодня будут у нас разные интересные гости Со всеми поговорим Но вот не могли мы ни показать И ни попросить Славу принести нам в студию Вот эту, ну красивую медаль Давненько, честно говоря Вот такие медали Слав не давали Да, но в том году были гораздо хуже Да, друзья, всем привет Медали действительно красивые И еще лучше Чувства, после которых ты получаешь эту медаль Чувства были, наверное, невообразимые, да? Ты второй раз выиграл Когда вот эти эмоции Были ярче в первый раз Или в этом? Не случился ли повтор, да? Ну, что касается финальной игры Конечно, в том году было больше эмоций Потому что мы выиграли по финальце, собственно Все смотрели чемпионат мира сборной России Как с испанцами играли И после матча в финальце Это самое эмоциональное, наверное, что может быть в футболе Поэтому тот финал сложнее нам дался Но в этом году не менее сложнее было Полуфинал с Севером Мы очень сильные соперники Ну, с Востоком мы были в второй игре Ну, легче, легче Ну, полуфинал с Севером Это вот противостояние, да? Такое извечное соперничество Мы всегда говорим, какая лига сильнее, западная или северная Но вот мы доказали, что запад посильнее Заказали, что лига не восточная Что не восточная, да? Что север посильнее Запад, имею в виду, чем Слав, ты в матче все начинал в стартовом составе Вообще ожидал этого, да? Что будешь использован именно в качестве основного игрока сборной Запада? Ну, если уж вызывают То, конечно, ты ждешь Ну, как бы старт Есть стартовый состав, основная обойма То есть каждый может выйти в основе Вот, поэтому, конечно, ждал И, собственно, вот этот предыгровой предчемпионский спарринг Против сборной России, конечно, ну, уже больше уверенности мне придал После этой игры Двух забитых мячей, да? Ну, да, 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 вот И поэтому я не сомневался, что я выйду в старт То есть была даже такая уверенность Ну, да Ну, на самом деле, конечно, конкуренция сумасшедшая То есть тот же Пименов Я, в принципе, так и думал, что мы с ним будем меняться Поэтому, ну, как бы, даже если бы я вышел на замену после него Поэтому ничего такого не было бы Ну, как бы, финал есть финал Ну, надо готовиться одинаково Старт и не старт Вот эта позиция, на которую я использовал Дмитрий Смирнов Главный тренер в сборной Запада Для тебя комфорт? Комфорт? Ну, комфорт? Ну, ну, ты немножко чуть пониже играешь Да, я ниже играю И с мячом, ну, на позиции опорника мне как-то приятнее играть Когда я больше с мячом, вот Ну, как бы, дело практики Весь сезон вот я играю на этой позиции Поэтому мне чуть было непривычно играть Без мяча, как бы, много без мяча бегал И мне не понравилось, как я сыграл в целом То есть, недовольный со мной? Ну, нет Но при этом в полуфинале ты забил победный гол Расскажи, пожалуйста, про него Вот, ты забил уже там несколько минут до конца матча, по сути Ну, да, по сути, самые важные минуты были матчи И ничего особо не предвещало Просто там навес Куксова И как бы на опережении из-под уставшего Мячкова выбежал И, ну, пробил без шансов, поэтому эмоции сумасшедшие Извини, но, мне кажется, уставший Мячков не бывает вообще никогда Бывает Я тоже думал, что нет, но на самом деле Ну, человек, конечно, с двумя сердцами, но он тоже устает Ну, оказывается, да Я думал, что у нас Максим Сергеевич Кульчук опять где-то У Бичкова, когда на Западе, помнишь? Да, играл И, оказывается, нет Слава нам провергает Слава, ну, вот Олег Масалев, он комментировал и матч против сборной России И, собственно говоря, полуфинальные матчи Он просто голос сорвал, кричая фамилию Епифанов Ему больше никто так не понравился, никто так не запомнился Вот в чем, как бы, причина, почему именно сейчас ты, Слав, действительно, ну, просто номер один, да, в сборной Запада? Слушай, ну, это громко сказано, Дима, я считаю, вот Ну, для Масалева это точно Это точно, да Ну, что касается комментатора, он Я даже в Инстаграме подписал под своим голом то, что тот момент, когда комментарии лучше самого гола, то есть он очень красавец И было очень приятно, конечно, ему молодец Ну, работаем тоже, работаем Слав, ну ты сейчас на пике? Нет, Дима, я не сказал бы, нет Ну, сколько процентов, хоть, когда мы увидим? Ну, это 70, наверное, процентов, и то с натяжкой, наверное Тренируюсь сейчас очень мало и, ну, мягко говоря, недоволен формой своей Хоть и забиваю там, да, в каких-то важных играх, но формой физической недоволен Про финал очень хочу спросить, пару вопросов С Востоком получился легче, ну, так визуально, чем с Севером был финал И вообще Восток, мне кажется, забивал не так, как мы привыкли его видеть Изнутри так же показалось? Слушай, это мне сложно, но Ну, на Востоке сейчас говорить не много игр видеть Ну, скажем так, смотри, вот помнишь, прошлый год, когда был финал, да? Сборная Запада в финале смотрелась не так Тяжело, натужно, но здесь была, ну, просто другая сборная Запада Вот с чем? Со сменой поколений, можно так сказать? Или свежая кровь, или... Ну, сборный Запада так здорово не смотрел, действительно Все в совокупности, я думаю, сыгралось И состав подобрался очень-очень приятный И тот же Дима Смирнов Хорошо умеет настраивать как бы на каждую игру Нужные слова находит для команды, вот Я считаю, это, ну, как бы бесценно Как бы собрать лучших может каждый, да? А вот нужные слова подобрать в раздевалке Это не каждому дано, вот Он прекрасно с этим справляется, я считаю Вот, ну и благодаря ему, пожалуйста, вот еще одни медали Запад получил Не было в концовке, когда был счет 0-0, еще с Востоком Что вот сейчас можем, как по закону футбольному Не забивать ты, сбивать тебе Ну, согласен, были такие ощущения Но по игре, по сути, конечно, без шансов мы обыграли их Если бы не вратарь, в первом тайме уже решили бы все Там 2-0, 3-0 точно могло быть Действительно Ульянов тащил Да, да А вот Стенцов ему сказал, что Дмитрий Смирнов к нему Индивидуально подходил перед матчем Было ли что-то с тобой такое? Ну, да, да, он также подходил ко мне Сказал, на какой позиции будем мы и с кем меняться Вот, ну, такие базовые установки, как обычно все То есть, ничего такого там, это матч жизни и смерти? Нет, нет, он все сказал, ну, как бы, такие вещи он говорит Всем, всей команде, вот, поэтому Ничего такого не было Слав, получил ли ты вызов в национальную сборную, который сейчас будет с 6 по 8 или еще не был глашен состав? Не получал пока, ну, я как-то к этому спокойно отношусь, вот, ну, конечно, хоть не исключаю того, что вызовут, и мне бы очень этого хотелось А почему ты спокойно относишься? Не веришь или что? Ну, нет, почему? Я верю, я верю, что я способен играть за сборную, вот, и я этого хочу, ну, я спокойно в том плане, но если даже не вызовут, ничего такого в этом страшного нет В следующем сезоне буду сильнее и вызовут Ну, в любом случае, если оценить по финалу 4-х, на мой взгляд, ты заслужил вызов национальную сборную Ну, вот, я думаю, что в ближайшие дни как раз будет известен предварительный состав, в кого Дмитрий Смирнов пригласил Ну, это что касается сборной, мы завершили сезон общий, наверное, да, западный именно, вот, финалом 4-х На мажорной ноте, да На мажорной ноте, да, основная выиграла, молодежная заняла, кстати, третье место, что можно расценивать как некую неудачу Ну, потому что состав был хороший, но при этом были все-таки какие-то кадровые проблемы, которые нам помешали взять первое место Но, тем не менее, два года в призах тоже достаточно почетно, тем более молодежь, которая не обладает стабильностью А вот сборная Запада, наконец-то, вот обрела вот эту стабильность Ну, Слав, у нас с тобой еще две темы, две важные, мы подведем с тобой итоги чемпионата Пока мы не добрались до нижней части турнирной таблицы Давай, скажем, о тройке призеров, да, это ФКСП, это Титан, Мегатитан, на твой взгляд, все по делу? Ну, все по делу, ФКСП сильнее, да И непонятно, почему Мегатитан оказался по разнице, да, или по личным встречам ниже Титана Ну, я считаю, это провальный сезон для Мегатитана То есть, они даже конкуренцию особо не создали в ФКСП При тех возможностях, при том составе, который у них есть Ну, это провал, ну, я считаю Поэтому, вот единственное, то, что Мегатитан не порадовал в этом году А Слав Контейнер не был ли сильнее, чем тот и Титан? Я думаю, что да, ну, в отдельных матчах они, по-моему, так и выигрывали, да, в личных, или нет? Да, в чемпионате, да, да, Трансконтейнер, ну, Мегатитан выиграл два раза По уровню организации Трансконтейнер, ну, наверное, лучшая команда, я думаю, на Западе Мое мнение, нет, Трансконтейнер по организации, да, да, возможно Есть что-то, что можно у них перенять? Или это все-таки отдельная такая немножко стезя, Трансконтейнер, рабочие люди? Да, да, это отдельно, я думаю, что-то, конечно, можно что-то от них перенять, но у нас другая история немножко Слав, кто-то в чемпионате, может быть, так скажем, удивил с Наком Плюс или наоборот, не ожидал какого-то такого не очень хорошего выступления? Удивило вообще, в принципе, то, что две команды снялось в этом году Ну, да, топовых Ну, как топовых, ну, не сказал бы, что топовых А, ты имеешь в виду во время чемпионата Да, во время чемпионата Я подумал до чемпионата И, собственно, как Москва поступила в этом году, то есть четыре технических поражения, они не приезжают как бы на игры Слав, ну, для тебя это задело, я знаю, мы с тобой общались, и ты интересовался, действительно это было, ну... Конечно, какие бы там проблемы у «Космоса» не были, там, мы в меньшинстве приезжали, хотя это... опаздывали просто люди, никогда не было, чтобы мы там всемиром приехали А тем более уже, чтобы техническое поражение, ну, за шесть лет никогда такого «Космоса» не было и не будет И для меня как бы это, ну, просто неуважение команды Москвы к турниру как таковому Ну, «Космосу» вообще как-то не везло, помним, несборок КПРФ, да, против «Кеглей», то есть, а это на самом деле главный конкурент, да, в борьбе за «Кеглей»? Ну, да, если это брать, то, конечно, неприятный осадок остался от этого сезона Но, опять же, все было в наших руках, если бы мы обыграли тех же «Кеглей» и «Моску», которые были конкурентами прямыми, то мы бы остались спокойны, и не было этих стыков Почему не удалось обыграть? Наверняка анализировал Ну, все как-то сложилось, может, где-то недонастрой, где-то просто плохая игра, плохая реализация, неправильно выбранная тактика на игру Но при этом сбор, вот я что помню, что с «Кеглями» был хороший, что с «Москвой» также бодались 6-5, по-моему, там вообще какой-то было окружительный счет Да, ну, вы знаете, как «Кегли» играют, да, то есть, они стараются тоже не давать контролировать мяч У нас с этим и так проблемы, а когда с нами жестко, жестковато играют, то тяжело играть, созидать, поэтому «Кеглям» удалось легко просто с нами расправиться Ну, в целом, чемпионат тебе понравился, интересный был? Ну, для меня, я бы не сказал, что прям очень интересный, потому что мало было матчей у нас, у «Космоса», которые прям вот запомнились, потому что очень много поражений было Поэтому, ну, интересным для меня, ну, конечно, то, что происходило вообще за целый сезон, то, что происходит в команде, это все, в принципе, интересно Но вот интересных игр, именно футбол, если брать, то было немного Мне кажется, самая интересная игра, Слава, когда ты не приехал, как раз, я по-моему, против… Ну, одна есть, да, одна есть, да Против магистрали, по-моему, да К сожалению или к счастью, да, с магистралью ребята выдали просто «Космос», реально И Серега Лебедев, я думаю, что он вообще MVP сезона, я думаю, даже на Западе, в принципе, если Смирнов посмотрит, какие голы он забивает Ну, это сумасшествие, можно легко в сборку брать его Ну, если он либо сбивает по три мяча, либо он чуть-чуть не сбивает Ну, да, ну, я хочу отметить, что он тоже далеко не в оптимальной форме Если он будет тренироваться, это совершенно, ну, как бы, ну, уже другой уровень Слав, вообще, да Что же за команда? Это такая, все не в оптимальной форме Вроде бы спортсменные Семейные люди, семейные люди За последние года, вот, наверное, шестер, наверное, этот сезон показал, что твоя команда была самой нестабильной Вот как-то в плане сбора, игры, вот, что, что где? Самая нестабильная? Да нет, я бы не сказал так, Миша, мы стабильно занимаем, там, 12-й, 14-й Нет, если серьезно, то я к тому, что… Все-таки выдерживали какие-то победы А здесь и подбор игроков был местами не очень сильный Где-то приезжали одни, то другие Все-таки обычно какой-то был костяк, там, мы узнавали космос, что здесь было, вот, как-то… Ну, я согласен, в этом году, конечно, стабильности вообще никакой не было Что пошло не так? Ну, плохо подготовились и заявили не тех людей сначала и рассчитывали не на тех людей Вот, если посмотреть на заявку, то мы единственная команда, через которую прошло, я думаю, такое большое количество человек за сезон, поэтому ничего удивительного, вот Ну, просто сразу вот мне не получилось найти людей, да, которые могут приезжать и уровень поддерживать команду Ну, на следующий год по-нибудь, да? Ну, конечно, уже, уже что-то там, какие-то есть уже наметки, заметки То есть, хотя бы, чтобы к концу сезона уже спокойно себя чувствовать, да? Ну, да, да, это как минимум, да, конечно, так барахтаться каждый год не очень приятно Мы так переходим потихонечку и к стыковым обязательно на матче мы поговорим И к первому дивизиону выходит Успенская-Внукова Наверное, смотрел, видел, да? Собственно, видел эти команды вообще в деле? И что можешь о них сказать? Слушай, ну, Успенская, может, одну игру я видел их Ну, знаю, что такая ровная команда у них, вот, и, в принципе, заслуженно они вышли Я думаю, что если бы мы в этом году играли в первой лиге, то мы бы вместо Внукова зашли, наверное Ну, боролись бы с Успенским, да, ну, даже вот с этим составом нынешним В примерке тяжело, конечно, вот, сезон такой скомканный, вот, но поэтому... Поэтому вот одну игру только я видел, Успенскую Ну, то есть команда сможет себя нормально чувствовать, комфортно в примере? Ну, они усилятся, собираются, Миш, ты мне скажи уже, как игрок, есть какая-то информация? Ну, все в процессе, все в процессе, пока нету точно информации Вот мне сегодня буквально Альдар звонил, да, обозначил Никого из космоса не собираетесь, да? Ну, я не слышал такого, потому что сейчас главный тренер Вадим Фирсов, кому интересно, будет То есть он не будет играть, вот, у него там свой взгляд Маркировочка на тренер Вадим Фирсову Маркировочка, да, будет большая, ну, посмотрим, как все будет происходить Второй Внуково, Внуково это, я видел, наверное, это Смирнов, Дураков, бывший Акименко, Кулев, Янатовский Слушай, ну, мы когда играли с ними, их не было на Кубке С Внуково, вот, не на Товску, я удивился, конечно, что, когда я увидел Васю, я думаю, за кого он играет А мы же с ним за Денцова еще играли на КФК, я его хорошо знаю Ну, то есть это уже там ветеранская у них команда, получается Ну, хотя, потому как Акименко Андрюха играет, сложно назвать его ветераном Ну, конечно, конечно Выжигается просто все И еще две команды, которые попали в стыковые матчи, это Альбион и Комунар Неиспроста мы о них говорим, да, потому что, так же, как и твоя команда, у вас турнир трех За место сохранения или попадания в элиту Вот, значит, первый матч Альбион-Комунар, Альбион выиграл, наверное, ты прекрасно знаешь, кто-то, кого-то это посылал Смотрите? Нет, нет, ну, рано утром кто поедет в субботу В 9.40 Альбион проиграл со счетом 2.5 Я сам тоже не встал Проиграл 2.5, проиграл по делу, но вот, со слов людей из Альбиона, был не сбор Ну, у нас, кстати, есть голы, по-моему, этого матча, можем их показать зрителям, да Ну, пока мы смотрим, дело в том, что, глядя на Альбион, можно сказать, что у них всегда не сбор тогда Потому что, примерно, они, вот, там, 8-10 человек всегда играют обоймы Вот, если бы у них приезжало 15, а тут 8, да, можно было сказать, что не сбор Но здесь и в том числе, вот эти 10 человек, это костяк, да, это основа И когда хотя бы один не приезжает, то уже считается не сбор Ну, если... Иван Яшов травмирован, кто-то еще плюс не приехал, и уже можно говорить о том, что... Нет, ну, если в этом плане говорить, то да, безусловно, не сбор Но, когда вот мне сказали, что мы вновь не собрались, меня немножко это удивило Сар, ну, ты узнал, что Комунар выиграл, наверняка смотрел в течение сезона Вот, что, какое представление о команде было? Слушай, да нет, не смотрел, на самом деле, Миш, вообще Ты даже и не видел Комунар? Может, один тайм они перед нами играли с Гатаговым, по-моему, вот Ну, ничего особенного такого, как бы, не увидел в этой команде У них, вроде как, не основной состав с нами играл Ну, мне, как бы, это не очень интересно У кого там ни сбора того же Альбиона У меня, как бы, своя команда И я уверен, что мы, как бы, легко справимся с этим А, Слав, а какие, вообще, вот, мысли были, когда уже было понятно, что команде предстоят стыки? Ну, какие мы уже понимали, там, за... Сколько там... за пару туров, наверное Или нет, я уже не помню Ну, мысли какие? Будут стыки, будут стыки, какие еще мысли Ну, вот, Лебедев сказал, что мы однозначно пройдем Даже здесь вопросов нету, кто бы не попал Ну, вопрос только стоял в том, в каком составе мы будем То есть, если сбор будет, то, конечно, ну, тут мы должны оставаться Если мы там не будем, если я на воротах буду стоять, как с Мегатитаном, то, конечно, тут сложно Ну, при этом еще на 1-0 вы вели, по-моему Да, первый тайм, да С тобой на ворот Ну, значит, не все так плохо еще Ну, это немножко, конечно, сарказмом указан, но... Слаб, сейчас вот лето, и нужно собирать команду Ты говорил, что если будет хороший сбор, мы пройдем В общем-то, тяжело сейчас летом собрать команду? Да, тяжело, как обычно, всех собрать Летом, зимой, не важно Вот, у космоса это такая проблемная, наверное, составляющая Что мы там редко собираемся командой, такая раздевалка Вот Летом будут отдыхать в любом случае В августе начнем подготовку к сезону Июль точно отдохнем Все наслаждаются чемпионатом мира Я думаю, после чемпионата мира еще уедут отдохнут От футбола тоже надо отдыхать, и поэтому, я думаю, все к лучшему Ну, я больше все-таки про матч против Кумонара, потому что сбор был действительно таким... с изюминкой, я бы сказал Ты сам-то доволен тем, кто приехал? Ну, доволен по результату тем, кто приехал, конечно, доволен Ну, у нас двое поехали на матч России с Испанией В частности, Максимом Горбари, да? Да, Максим поехал, который успел ко второму тайгу А Артур Валяхметов не успел, его там засосало в стадионе, видимо Как и всех, там такие эмоции, что там вообще эйфория у всех Никто не знал, не понимал, наверное, как со стадиона выйти Вот, но, как бы, с другой стороны, тоже, как бы, он мог постараться и приехать, как Макс тот же Я не было бы, конечно, это гораздо приятнее, но я все понимаю, там, это человеческий фактор Ладно, 7-0, это вообще, наверное, сами-то ожидали? Нет, никто не ожидал такого, конечно Ведь, между прочим, еще в середине сезона Комунар, вот мы смотрим, как раз голы Кстати, голы очень красиво в исполнении космоса, почти все, да? Твой первый гол гол Слушайте, видео пришлите Лебедева, пожалуйста Он просит уже три дня Вот второй гол, да, прекрасно Красота В середине-то сезона, извините, Комунар-то смотрелся здорово Вот тут Хатавийский мячик под майку сделал У него какое-то пополнение, я так понимаю? Скоро будет, да, он ждет Мы ждет Поздравляем Да, он Ну, до начала сезона успеет Это же нельзя, да? Слушайте, это у него лучше спросить Я точно не знаю, не помню, когда он говорил Так вот, я говорю, все-таки мысль Комунар в середине сезона был реальным претендентом Ну, возможно, и на первое место И показывал, действительно, шикарную игру Ну, вот, после зимы, я не знаю, почему так Команда, ну, пристала совершенно другой Ну, удивительно для меня И 0-7, они, конечно, сейчас закономерны Ну, вот, Лебедев, кстати, забил Великолепный гол, шикарный 7-0, Слав, ну что, можно поздравлять вас с тем, что вы остались? Ну, официально, когда уже мы отыграем с Альбионом Тогда, конечно, да, мы все порадуемся, соберемся и напьемся, наверное Все-таки напьете, да? Слав, в этом матче вообще легко давалось играть И в этом матче мне показалось, что ты довольно-таки Так где-то и в жесткой форме, в грубой такой довольно-таки форме Ну, подсказывал своим подопечным Это вот новый вектор какого-то развития или так всегда было? Просто мы не обращали внимания Практически всегда так стараюсь всех держать как бы в узде, что называется Ну, чтобы не расслаблялись Чуть-чуть что-то не подскажешь в каком-то моменте И все, там, уже минус один у тебя в обороне И, ну, стараюсь как бы за всем этим следить Иногда за своим игроком не успеваю Кому-то другому подсказываю, это тоже есть Вот, поэтому Я считаю, что рабочий подсказ, он необходим Я как капитан, я должен подсказывать, вести команду за собой Поэтому Часто-часто достается партнерам от меня Ну, я считаю, это по делу В раздевалку зашли, обсудили любой момент спорный И все уладили Но на поле не надо ничего выносить То есть, слушаем капитана и продолжаем играть Ну, абсолютно верная позиция А вот будет ли тренер в космосе когда-нибудь? Слушайте, ну, у нас отличная тренерская бригада Собственно, в этом сезоне, правда, редко их видели То есть, тот же Кирилл Слагуб, Глеб Шавхалов Которых мне и не хватило в этом сезоне Чтобы, может быть, даже лучше у нас гораздо результат Даже с этим составом И я думаю, что мы могли бы и повыше оказаться Вот, будь они вместе с командой весь сезон Ну, ничего страшного, в следующем году будет лучше Слагуб где? Давненько мы его не видели Ну, был бы, ой, Туры 2 назад, по-моему На игре Может, ты его давно не видел Ну, он редко приезжает, Кирюха, вот Ну, редко, но метко, наверное Ну, такой немножко провокационный вопрос Наверное, заключительный у меня Реально ли Альбиону сделать эту разницу? Я думаю, нет Нет Сто процентов Ну, этого достаточно Давайте сейчас посмотрим Турнирную таблицу 1-го дивизиона Да, здесь, на ваших экранах Успенская и Внука первое место Будет, на самом деле, интересно посмотреть Даже на Успенской Как бы это ни парадоксально звучало Но, Внуково, мне кажется Вот, если они сохранят состав А я думаю, что это вполне реально Плюс добавить пару играйков То Внуково будет легче адаптироваться в премьер-лиге Потому что там люди, которые уже там поиграли и знают Ну, Успенская тоже долго шло Ну, извините, долго шло Должны быть готовы Нет Посмотрите, там Я еще раз скажу Который выходил и играл одним составом А потом играл другим И это совершенно по-другому будет сейчас Понимаешь? То есть, в том-то и дело Что Успенская к этому шла Здесь вроде как и... Ну, ты имеешь в виду, что Успенская будет, скорее всего, другой командой совершенно? Ну, она должна быть другой Потому что уровень первой дистанции и премьер-лиги Ну, это, говорит, вот практика Практика любая Посмотрите Ну, вот возьмите Гатагов, допустим Команды тренируются И команда за счет тренировок выходит там Показывает действительно хороший уровень Ну, у них люди профессионально готовятся, да? Да У них старт для один с на один Ну, Успенская тоже тренируется? Да, тренируется, но, скорее, не для набирания какой-то формы Ну, еще чего-то А для того, чтобы поднять какой-то моральный дух Но, опять же, Мегатитанта не тренируется Ну, Мегатитану и не надо тренироваться Кому там тренироваться? Ну, вот это и дело Понимаешь? И здесь либо надо ставить на профессиональные рельсы Ты берешь два раза тренировочный процесс, тренера Все, там, я не знаю, зарплату, плачь и так далее И погружаешься, да? Либо ты берешь футболистов, да, как-то Ну, у вас все в этом скатывает в денежную вот эту яму Обязательно нужны деньги Например, лига без денег не существует Ну, Слав, Дим, это реально наши, как бы, футбола, к сожалению Ну, вот пока есть кегли Пока есть кегли в космос, да, но согласись, Слав Да, если ты хочешь выиграть все в Москве, да, то какая-то составляющая, она необходима Конечно, конечно, сильные игроки просто так, ну, не будут приезжать Ну, а тройка, тройка, хорошо, тройка Последний вам аргумент Не факт, вот честно Не, вот ходят разные Был Паша Гуреев Паша Гуреев Он будет врать, думаешь? Ну, он мог и слукавить, почему нет? Понимаешь? Далеко не факт Во-первых, есть исключения Не бывает Да, во-вторых, ходят разные слухи Мы не видели, подписывали, не подписывали контракт И так далее, условно говоря, правильно? В любом случае, это хороший пример, как бы, тройка, хороший пример всем любителям То есть, ребята Согласен Я согласен, это хороший пример И если так будет, это будет здорово Но сейчас, с другой стороны, если не будет денег, финансов, да, мы будем стоять на месте Понимаете, мы не сможем расти Это условие любого рынка Понимаешь, надо развиваться, развиваться, развиваться И без финансов, к сожалению, нельзя Здесь Ну, поэтому я говорю, вот, будет очень посмотреть на Успенское, вот, в новом сезоне Дальше, ну, мы уже решили, что космос Альбион Коммунар продолжит борьбу, наверное, на следующий сезон Ибо к стабильности Вот, интересно, Дюпель 13 Да, интересно показывал футбол Пятая строчка, она абсолютно закономерна Там тоже, кстати, хороший состав Ну, и отметим еще две команды Это Арсенал И мы еще раз почтим своим, как правильно сказать, память Замечательный человек Футболисту Евгению Бакланову, да, который, к сожалению, ушел в этом году от нас И мы, действительно, скорбим и скучаем Поэтому Человек, который обладал шикарным чувством юмора Ну, и Гатаков, да, которые мы обсуждали Которые играли в финале Кубка Запада Да Да, здесь вообще они, слов нету, молодцы Они даже расстроились в финале То есть, они хотели выиграть, это достойно уважения И в следующем году, наверное, они главный претендент Я думаю, да, а сколько лет команде вообще? Да, вот он только в этом сезоне В этом сезоне, и сразу вышло Да Сейчас мы смотрим на турнирную таблицу На турнирную таблицу, на бомбардиров Здесь выиграл ее Виталий Гусев Футбольный клуб «Альбион» 62 гола Кстати, реально крутой нападающий Я думаю, что на него могут положить команда из премьер-лиги Это однозначно Вот, ну, также Угу, записал Как фамилия Если что, приглядись Ну, и по гол плюс пас мы тоже смотрим Тот же Гусев занимает первое место 99 баллов Без одного сотка, да Сколько летом? Ну, молодой футболист Где живет номер телефона? Второе место Рутиньян, третий Филатов То есть, вот такая тройка у нас Ну, вы смотрите первую пятерочку Ну, и по вратарям тоже мы с вами пройдемся И здесь, кстати, нет вратаря Внукова В лидирующей, так скажем, списке Нету, ну... Ой, прошу прощения, Успенского Успенского, да, ну, потому что, видно, менялись вратари, поэтому не набрали должное количество игр Возможно Ну, первое место Михаил Магомедов занял Ну, просто идут Коммунара, Внуков, Вальбион, те команды, которые вверх в турнирной таблице, да? И вратари, соответственно, команды меньше пропускают, вратари, соответственно, лучше себя проявляют Ну, да, 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 но вот у Успенского почему-то нет Мы, кстати, еще не показали бомбардиров таблицу премьер-лиги Да Вот, значит, Сергей Кутузов все-таки выигрывает этот спор 29 мячей, 29 мячей много, мало, как думаешь? Прилично, прилично Но бывало и больше Бывало и больше, но это уровень, думаю, Кутуз мог и больше забить Ну, может, даже под 40, но где-то не везло, вот Смотрим на ассистентов Здесь Да, сейчас, подожди, про бомбардиров, Медведева на второй строчке Это из ряда вон, как говорится Сколько забило? 26 26 мячей, да И Фарманов и Галихина располагаются на третьей и четвертой строчке И причем почему-то Фарманов находится выше, хотя забил он пенальти А Галихин не забивал Вот здесь вот Это несправедливость И нужно поработать над тем, чтобы убрать этого Соплошность Ну, кстати, там и Фаустов-Харчагин, в принципе, недалеко, да И я знаю, что эти два футболиста точно хотели себя видеть выше И для них важно было забивать Что касается ассистентов, здесь достаточно удивительная статистика Потому что первое место, как ты думаешь, Слав, догадаешься? Ассисты? Да Он должен был играть в сборной запада Бирюков Нет, неправильно, это Павел Крылов Номинальный защитник, но он выиграл вот спор по передачам На втором месте игрок ныне Портера Евгений Какаций Ну и третий Михаил Пименов Ну, интересно Интересно, да? Интересно Вот И давайте посмотрим гол плюс пас Здесь также, как и спорит Бомбардиров Кутузов, Медведев, первый, второй, соответственно И Сергей Фаустов замыкает эту тройку Ну и по вратарям Вратари здесь Алексей Чайкин на первом месте Феноменальный практически у него коэффициент Это 0,83 На втором месте Георгий Кашкашвили, CDN, 1,52 Вот это уже что-то более похоже, да? Это Космос Ну и на третьем Аслав Коудивишн, Максим Сутуллин, Веер, 20-10, Запад Вот так вот получилось Интересно Интересно Да Аслав, ну сейчас Чернецкая дни играет в сборной России Отпуск, собственно говоря, да? Мы на несколько, полтора месяца уходим Что пожелаешь зрителям, может быть своей команде? Чем сам займешься? Да Пожелать хочу Просто поддерживать нашу сборную Просто изо всех сил То есть, впервые, наверное За всю историю у нашей сборной Вот такая, такая поддержка массовая То есть, когда мы играли там на зарубежных турнирах Такого даже близко не было Тут наш чемпионат У нас сумасшедшая поддержка И надо верить, что Россия может стать чемпионом Вот эти две недели прожить вот просто с этими мыслями Тогда, вот тогда мы можем стать действительно чемпионами Если все поверим Поэтому веры Верьте в себя, любите футбол, наслаждайтесь каждым днем Ну, так как-то Слав, что пожелаешь своей команде? Все-таки удалось практически сохранить место в элите, да? На следующий сезон и не допустить, чтобы место в стыковых опять? Ну, в первую очередь, удачи, конечно Бестрам, чтобы сезон обошелся Ну и, наверное, сплоченность А сплоченность еще, конечно, рано говорить Потому что новые люди еще придут Это уже в течение сезона все это будет команда приобретать Поэтому сейчас просто пусть команда отдохнет от футбола И в новом сезоне с новыми силами, с новой кровью Будем играть гораздо лучше Ну, Слав, мы желаем тебе и твоей команде Не подводить такого великолепного капитана Как Слава Играть, биться за него, за команду И, ну, космос хотя бы в серединочку спокойно уже вывести Потому что в следующий сезон, дай бог, будет еще интересней И входит, опять же, две команды И все будет Да, Миш, спасибо большое И пользуюсь случаем Хочу тоже вам презент небольшой передать Это как музей Поле чудес у вас будет Но, я думаю, до музея он не дойдет Это вам на чай Для тульских пряничек Вот Поэтому, как будете смотреть матч космоса Можете насладиться вкусным пряничком и нашей игрой Шикарно Во-первых, кстати, к нашему бару очень символично Во-вторых, первый раз, кто нам подарил какой-то презент, Слав, большое тебе спасибо Нам очень приятно И для нас будет это сувенир Теперь мы точно будем болеть за космос Да, да, да Слав, если тебе надо там подкрутить счет, ты сюда обращайся и мы сюда Хорошо, спасибо Поможем Спасибо Вячеслав Епифанов, капитан футбольного клуба «Космос» и игрок сборной «Запада» был сегодня у нас в гостях Большое спасибо Вячеславу Епифанову за то, что посетил нашу студию Поговорили мы о премьер-лиге, о сборной, о первом дивизионе Ну, теперь в хронологическом порядке пойдем еще ниже Там тоже есть свои герои и мы пообщаемся о втором дивизионе О вторых дивизионах даже, наверное, так будет правильно сказать С победителем дивизиона 2Б команды «Феникс-9» Ее руководителем или капитаном Сергеем Стеблецовым Сергей, ну, наверное, более подробно нам скажете Потому что в представителях, да, один Дмитрий Булыкин Вот, но так как он не появляется достаточно часто Вы руководите, собираете команды, да, но представителей у вас нету Давайте вот начнем с этого Ну, скажем так, Дмитрий Булыкин, да, действительно является представителем нашей команды Вопрос в том, что Дмитрий Булыкин достаточно медийная личность Но, поверьте, его отсутствие это не значит, что он не в курсе состояния дела в команде Он, безусловно, играет огромную ключевую роль И в организационных вопросах помогает команде, да, с тренировочными полями И советом нужным Все он в курсе, все он знает, переживает Мы с ним на постоянной связи Поэтому, ну, а я выполняю роль тренера команды, играющего тренера команды Потому что приходится и совмещать и тренерскую роль выполнять И в том числе я еще и по совместительству вратарь в команде Но и приходилось еще несколько игр помогать в нападении И в полузащите, и в защите То есть универсал Все, да, все ампула попробовал в этом году Правильно ли мы понимаем, что тренер, играющий тренер в «Феникс-9» Любит универсальных футболистов? Да, совершенно верно Это действительно как бы так Действительно использую ребят Стараюсь проверить в ходе игр Наиграть на разных позициях В том числе, допустим, если Есть у меня, у нас в команде полузащитник Сначала начинал как полузащитник Руслан Ангушев на левом фланге Да, но он достаточно себя ярко в некоторых играх проявил как защитник И последние игры чемпионата он себя заканчивал именно на этой позиции Поэтому, да, безусловно Максим Фролов, который у нас долгое время играл в защите Очень себя ярко и как защитник проявлял И очень ярко себя проявил в роли левого полузащитника И в центре тоже достаточно очень сильно огромную работу проделал Да, безусловно Плюс, в принципе, по большому счету все ребята достаточно универсальны И действительно требую от них Пытаюсь их использовать на каждой позиции, просмотреть Ну и добавок ко всему, все равно цель идти и двигаться дальше Поэтому надо понимать, что я могу ждать от этих ребят И что мы можем получить Сергей, скажите, пожалуйста, такой вопрос Команда Фенис 9 была создана, ну, буквально вот перед сезоном, правильно? Да, совершенно верно Вот Какие изначально были к ней желания, пожелания, да? Что хотели сделать и вот как она создавалась? Ну, изначально, во-первых, огромное спасибо нашему руководителю Михау Владимировичу Который помог, скажем так, воплотить эту идею Изначально была задумка объединить максимально наших ребят в одну команду Чтобы ребята получали игровую практику Для дальнейшего наших выступлений на каких-либо разных турнирах Ведомственных, поэтому региональных, куда нас направляют Поэтому это очень долго мы воплощали И благодаря Михау Владимировичу мы, скажем так, это наконец-таки Приобревал более реальные черты Поэтому изначально, да, планировалось именно получение игровой практики Но аппетит приходит от времени еды Вот как раз я хотел сказать Михаил Владимирович, видимо, вошел во вкус Понравилась ему атмосфера вот этой любительской футбольной лиги Антураж, да, то есть получается уже Феникс 9 будет претендовать на нечто большее Ну, безусловно Ну, а зачем, скажем так, ввязываться в борьбу и не претендовать на что-то большее? Конечно, да, мы планируем Хотелось бы выступить достаточно достойно И занять очень высокое место в первой лиге, безусловно Да, получить огромный опыт Вот сейчас, на самом деле, мы и поймем, да и, в принципе, в первую очередь для себя поймем Что мы стоим на этом уровне Плюс, добавка всему, планируется у нас участие и второй команды, которую мы хотим заявить во вторую лигу Тоже Феникс 9? Да, совершенно верно, тоже Феникс 9 Там тоже будут собраны наши сотрудники, которые трудятся у нас И за счет только, вот, исключительно в нашем трудовом коллективе мы будем Сергей, наши зрители, да, наверное, зададут вопрос Вы говорите о том, что наши сотрудники, да, получается, Феникс 9, это какая-то структура, компания или что-то? Ну, мы, скажем так, представляем организацию государственную, поэтому Так что мы выступаем к обществу Динамо, относимся И все в одной структуре работаете, Сергей, да? Да, да, да То есть такой же принцип, вот, у нас в высшей лиге транс-контейнер Транс-контейнер, да Концепция придерживается, вот, получается, Феникс 9, вот, как-то аналогично, да, действует? Ну, да, да, да Вот, кстати, мы задавали часто вопрос транс-контейнер, у которых, например, лиги, да Вот, готова ли команда, например, братья футболистов со стороны, да, ну, какие-то позиции там, условно Проблемные, например, закрывать, вот, Феникс 9 может так же поступать? Вы знаете, это любая команда может, вопрос, нужно ли это команде Ну, да, ну, интересно ли будет такой вот? Вы знаете, наверное, это будет не очень интересно, потому что все-таки Этот проект для наших ребят, которые хотят играть и которые, самое главное, хотят доказывать Понимаете, им можно, конечно, позвать, набрать там 10 футболистов, это не проблема Но мы тем самым просто убьем футбол в нашей организации Зачем это нужно делать? Я думаю, что нет смысла Своими, так лучше, так тяжелее, так сложнее Мы легких путей не имеем, бесспорно Конечно Второй дивизион Б 19 команд, это 38 игр должно было быть, 2 снялись, 36 Подытоживая, да, первое место, довольны? Ну, конечно, конечно, довольны, скажем так Но осадок, безусловно, есть По поводу? Приятный Ну, первое, это первое поражение 1-4 от Сетуни Когда, скажем так, вышли некоторые ребята готовые были просто шапками закидать Сетуни, но... Футбол наказал, что называется Да, наказал Футбол наказал Скажем так, игра с Портером, первая игра Ну, немножко, может быть, где-то перегорели И в том числе не подготовились Были, оказались не готовы К полю К полю, да Потому что, получилось, первый гол пропустили У нас как раз подскользнулся Руслан Мангушев И уже пошла атака на ворота Портера Подскользнулся, упал Игрок команды Портер подобрал мяч И там красиво очень положил ворота Максим Ковальчук Гол Вот, второй гол был со штрафного Причем, практически, с центра ворот С центра полей пробивали И наш игрок головой замкнул мяч в свои ворота И третий гол тоже Уже в наших воротах За 30 секунд до конца игры Наш игрок, Максим Поровов, подскользнулся И мяч оказался у четырех игроков Команды соперника И они просто закатили этот мяч Вот сейчас на ваших экранах матч второго круга Где удалось взять реванш И, кстати, у Сетани тоже убедительный реванш 7-2, да? Ну, безусловно Пока у нас идет нарезка Это, наверное, главная игра Всего чемпионата Да, главная игра, которую ждали Мы все говорили о ней Все ждали Собственно, были реваншеские настроения? Однозначно Конечно, были Конечно, были Особо настроены на эту игру, да? И не только из-за трех очков, которые делали вас чемпионами, да? Да нет, да Тут даже вопрос не в трех очках Но помнили результат первого круга Помнили результат первого круга И реально хотели, в принципе, показать самим себе Что мы стоим на уровне таких команд, как Портер СВ Потому что команда действительно очень хорошая Команда очень сильная Поэтому действительно хотелось просто понять для себя Это была даже игра не за три очка, не за шесть очков Это просто была, наверное, игра больше чем что-либо Вот сейчас два гола близнеца мы увидели, да? За минуту вы переломили ход встречи и два очень похожих гола забили За счет чего так удалось переломить Вроде бы как неудачно складывающийся по началу поединок? Вы знаете, в принципе, начнем с того, что К сожалению, не всех я смог досчитаться игроков Основного состава именно средней линии Которые как бы выстраивают эту игру, да? От которых зависит эта игра Ну, пришлось как бы по ходу, ну, безусловно, как бы подстраиваться Из того, что было Вот, поэтому основного игрока Который тоже сделал большой вклад в победу Забил два мяча, Саша Солдатов Мне изначально пришлось поставить на роль защитника Вместе с Русланом Мангушевым Потому что рассчитывал на то, что Портер ЭЦВ изначально полезет И будет очень сильно как бы атаковать И стараться максимально быстро сделать результат Вот, ну, в принципе, да, выдержали, сдержали Афанасьев как раз, Андрей, пятый номер Это тот человек, который последние игры у нас играл как раз защитника Да, но он достаточно и неплохо играет, опять-таки, опорника Поэтому я поменял в перерыве В перерыве сделал большую достаточно замену Перевел Афанасьева, Андрея в защиту И Саша Солдатова выдвинул вперед в центр поля Появилось движение, появилось как бы Беликов Валерий получил достаточно интенсивную поддержку И в результате этого вот они Эти три человека как раз забили Второй тайм вообще классный получился у Феникса 9 Очень удался, да Мы тоже следим за игрой Мы тоже понимаем, что надо что-то менять И, безусловно, из того, что есть Мы стараемся как бы выжить максимум Довольны реваншем? Получился он достойный? Я считаю, однозначно, да, интрига была хорошая 1-0 вели Через минуту 1-1 Через десять минуту 1-2 Потом, конечно, красивый финал Финальное закрытие сезона, безусловно, очень красиво, ярко Спортерам, тем не менее, видели мы, что в раздевалке вы оставались Там после матча говорили Несмотря на такое вот противодействие на поле и в турнире таблицы Тем не менее, хорошие отношения с этой командой сложились Ну, вы знаете, это вообще, в принципе, в идеале должны складываться отношения у всех так Это спорт, он должен так украшать, как бы, да, безусловно На поле надо забывать, что нет друзей, да, но уважать соперника обязательно нужно Сергей, вот Михаил Архангельский у нас был в студии несколько передач назад Вот, и он сказал, что на форумах пишут Да вот, Портер выиграл за счет того, а вот повезло, там они не какие-то и так далее, да Вот что-то про Феникс говорили, что вас тоже, может быть, где-то мотивировало, задевало И слышали о таком? Ну, да, безусловно, как бы слышу И информация там просачивала, что мы уже во второй половине сезона не те, скажем так Вы знаете, в принципе, сам на форумах не сижу, но мне... Докладывает Есть у вас ответственный человек, который вконтакте, да, в группу мониторит? Безусловно, вот Ну, хотел сказать, да, может быть, в начале сезона мы столкнулись с большими проблемами, которые не позволяли нам достаточно ярко играть Но все достаточно было объяснимо, если мы в первую половину сезона были более готовы и физически, и у нас было много возможностей подготовиться там к нашим внутренним соревнованиям Поэтому люди были практически приезжали в максимальный основной состав То, когда начался Новый год, во-первых, пошли большое количество травм и большая занятость была на работе, поэтому это все повлияло на то, что, да, некоторые игры были просто очень натужно, очень тяжело Но, скажем так, задача была выжить максимум из минимума возможностей Но проиграли только турбине на втором круге? Проиграли, да, турбине, к сожалению, проиграли турбине, игра, опять-таки, тоже такая неоднозначная для нас, по причине того, что, да, собрались не все, практически очень нас мало было Но при счете 1-2 не в нашу пользу был ключевой момент, когда была передача диагональная Валерой Беликова И если бы замкнул на дальнем штанге Роман Шемчук, наш главный бомбардир всей лиги, то счет 2-2 и, скажем так, мы уже начали поджимать достаточно турбину Турбина очень хороший соперник, интересный, мне очень понравился их защитник, там говорят, что он во второй лиге играет Ну, видно, уровень, действительно, молодец Вот, поэтому хорошая игра была, но чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не повезло, скажем так, ничего страшного Ну, Турбина вообще многим насолила, так скажем, очень со всеми играла здорово Самая пропускающая команда, 38 мячей Да, меньше всех пропускающих На каждой передаче отмечаем Да, самая пропускающая, а у нас, между прочим Самая не пропускающая А какая самая сбивающая, знаете, команда? Конечно, Феникс 9 Сергей, уже улыбается, все правильно, я скажу больше Это самая сбивающая команда вообще в западной лиге Получилась Ну, разве что импульс Импульс, да, импульс, но... Ну, все-таки, да, да, импульс, конечно Третий, все-таки, ну, слишком большая разница была между импульсом и всеми остальными Да, здесь все-таки Феникс и там тот же Портер был, да, то есть Вот в курсе, Сергей, что забили-то вы больше всех? Да, безусловно, в курсе Больше 200 Безусловно, в курсе, 202 мяча, конечно, в курсе, сколько пропустили Все мы отслеживали, все контролировали, поэтому, ну, следим за статистикой Поверьте, достаточно к этому вопросу очень педантично относимся Трепетно, так скажем Трепетно, да Но, тем не менее, были соперники в дивизионе, с которыми тяжело, не сладко пришлось Фениксу 9 Вы знаете... Турбина, наверное... Вы знаете... Турбины Портера еще были сложные, да? Я скажу так, что нам очень тяжело давались игры с Заречья, скажем так, они две игры прошли под копирку Очень... Предсказуемая команда Очень... Ну, насколько я знаю, у них проблемы с Ротарем в этом сезоне были достаточно серьезные, поэтому, а так, команда очень колючая Моя команда очень такая, скажем так, с зубами, с характером, поэтому, в принципе, в итоге она, по-моему, на восьмое место заняла Восьмое место, да, заняла, вот, в нашей лиге, поэтому тяжелые игры были какие-то такие натужные с Ривьерой Почему-то две игры 2-1, и вторая игра была куча нереализованных моментов Ведем 1-0, получаем нелепый гол, тут же, правда, через 4 минуты забиваем, ну, там, 4 штанги И, я не знаю, сколько неиспользованных возможностей просто Шемчук должен был обогнать даже бомбардира в зоне А Больше, чем, наверное, наколотить в этой игре должен был, поэтому, ну... Ну, с Ривьерой, наверное, многие подпишутся, что неудобный очень соперник Поскольку, наверное, команда Михаила Садогурского, она использует такой оборонительный стиль И очень хорошо охраняет нужный счет, поэтому вот Фениксу 9, наверное, тоже нелегко пришлось против этого коллектива Ну, счет сам говорит за себя, поэтому 2-1 в первой игре, 2-1 во второй Причем в первой игре, скажем так, нам честно повезло За 2 минуты до конца по правому флангу прошел наш игрок Игорь Комаров Ударил створ в ворот Игрок команды соперника подставил ногу, мяч немножко изменил траекторию И в девятку в дальнюю влетел в ворота И мы тем самым, как бы, взяли 3 очка, поэтому... Но, тем не менее, в итоге Ривьера 5-е место И 5 очков всего не хватило, да, зоны прямого выхода в первую дивизию Давайте обратимся к турнирной таблице Сейчас она на ваших экранах Общее, Сергей, хотелось бы с вами обсудить ее, да Первая четверка, она закономерна, точнее, нет Феникс Портер, понятно, мы половину сезона обсуждали То, что эти команды будут спорить первое-второе Вопрос, кто будет 3-й, 4-й, 5-й И 6-й, соответственно Турбина, Вера, Ривьера, Атлетика Они все боролись за вот стыковые матчи За третье, на ваш взгляд Все закономерно распределилось Турбина 3-й, Вера 4-й, Ривьера 5-й, Атлетика 6-й Вы знаете, мне кажется, сложно судить Но по моему мнению, наверное, все-таки не совсем так Потому что, насколько я знаю, Ривьера не хотела выходить в первую лигу Есть такая информация, пока я не знаю Могу подтвердить, да, с Михаилом разговаривали Он говорит, что нам лучше во второй лиге Ну, а не сколько лет Бороться, чем там бороться за выживание Ну, а не сколько, сколько были, собственно, в первом дивизионе Лет 7-8 Да, много держались и очень прилично Поэтому в некоторых играх они не показывают свои игры Может быть той, которую от них ждут И, скажем так, Атлетика По большому счету, последняя игра Я наблюдал очень хорошо, внимательно С Вера Скажем так, по сути, такая забавная была игра Азартная Вот Ну, собственно, как мой соведущий Максим Киселев Такой же 5-4 у нас там качели, да, были с веером В итоге выиграли Хотя сначала там вели с таким достаточно приличным гандикапом 4 сразу, да, забили, 4-1 вели, да И потом непонятно, что-то началось То ли уже разуверовали в своих силах То ли силы закончились Непонятно, что Ну, скажем так, если бы, мне кажется, команда Атлетика показывала уровень такой во всех играх Однозначно должна была быть как минимум в первой тройке Поэтому Плюс я скажу так, что, опять-таки, да, неплохая команда и Ватутина Которая что-то где-то ей не везла Где-то, по-моему, если мне изменяет память Больше всех ничьих команда набрала в лиге Да, все видно, 6 6 это много по формату 8 на 8, да? Ну, в принципе, да Да, да Вот, поэтому Причем много очков они потеряли В том числе и с Портером На последних минутах Портер забил Ватутина выигрывала Поэтому Вообще лига очень интересная Очень много сильных интересных команд И самое главное, что В принципе, любая команда Мы тоже, так же, как и Портер Мучились с Никой У нас была тоже очень тяжелая игра Мы 2-0 и проигрывали в первом туре А Никой попал в стыковые матчи на вылет Между прочим Да, да А Никой еще, между прочим, 3-3 сыграла с Портером и свое Вот, поэтому Можайский тоже неплохая команда Да Просто вопрос в том, что к концу сезона некоторые команды утрачивали стимул, смысл И, в принципе, ну так, соответственно, это все отражение находило на их результатах И на сборах, в первую очередь Ну, это логично, в принципе Ну, собственно, да И по своей команде тоже могу сказать Что вот у нас были потеряны очки Во втором тайме, конечно, многое очень от сбора зависит И не всегда получается ребятам приоритет стать в футбол Все-таки Есть и возрастные игроки, да Которые работают, семьи там Ну, в общем-то Кто лучше собирается, тот, может быть, и повыше в таблице будет Ну, да Кстати, Сергей, я хотел очень важный вопрос задать про матч Спортер Есть такой у них футболист, наверняка слышали, который навел фурор в последние недели Это Илья Ульяненков Да, конечно Вот, ожидали его? Да, бесспорно как бы ожидал Скажем так, просматривал игру перед этим Они играли Сейчас, по-моему, они с магистралью играли, да, на кубок? С магистралью играли, да Да, я просматривал эту игру, безусловно, персонально Как бы, да, и выделял этого игрока И опасался, безусловно Потому что очень, как бы, он сильный, хороший И где-то, может быть, и нам тоже повезло, что его не было на этой игре Вот, сейчас как раз показываем матч магистраль и Портера СВ Ну, вот, понятно, что футбол не терпит слагательного наклонения, да И как Слава Епифанова говорит, да, мне все равно, да, там, чужие проблемы, кто как собрался Мне, главное, своя команда, это понятно Но, будь Ульяненков, оборона Феникса бы справилась, как думаете? Сергей, если не секрет, кто против Ульяненкова бы сыграл, если бы он смог Да, но, мне кажется, персонально было, да? Магушев, может быть? Нет, нет, в принципе, я не сторонник того, чтобы играли персонально Потому что это, в принципе, ну, по моему мнению, наверное, это прошлый век Играли персонально против игрока У нас достаточно два всегда сильные края, которые помогают тоже в обороне, отрабатывают И, в принципе, у нас и средняя линия вся, ну, опускается, все физические ребята развиты хорошо Поэтому за счет и физических данных страховали Нет, в принципе, никого не ставил бы персонально Просто да, я предупреждал о том, что есть такой игрок, да, будет очень сильно хорошо, убегает Поэтому предупреждал о том, что края ждали, были готовы к сюрпризам Поэтому, безусловно, готовились к тому, что он будет Ну, выдохнули, что не приехал? Или знали? Нет, я не знал, что он будет, причем я узнал об этом уже в конце матча Я не понял, где он, да, поэтому... А вы думаете, что его съели? Либо съели, либо да В принципе, нет, на самом деле, ну, мы играли свой футбол Портер СВ пытался, как бы, свою игру навязать И, в принципе, у них это получалось У них очень отлично играет Рома Гаранин в столба Скажем так, шикарно Кстати, о Романе Сейчас мы смотрим матч Собственно, Портер-Магистраль Вы видели пятый гол? Да, да Это что-то... Это да Фантастическое было, да, в исполнении Романа Гаранина? Ну, скажем так, он достаточно человек опытный, бывалый, да И человек видит поле, несмотря на лишний вес, который есть у Ромы Но это неизбежно Но он его как используется? Вот, вот смотрим Я смотрю Фантастика Ну, как это сделать? Вы про Наймара вспоминали? Вот Наймар такие не забивает на чемпионате мира Ну, да Пока только просто падает Ну, это, да Ну, это была фантастика, конечно Рома молодец Он достаточно... Ну, чувствуется человек со школы Человек с опытом Поэтому грамотно все видит И в поле И он даже и в нашей игре Там, да, достаточно хорошо принял Отдал мяч под удар С его подачи был забит Второй гол Правда, там, конечно, у нас Немножко сплоховали мы Ну, при всем при этом Нельзя не умолять за слуг Роману Он в том эпизоде сыграл по свободу Вы переходите с портером СВ Собственно, в первый дивизион Это, наверное, будет жаркий матч и дерби Ну, скажем так Тот же Михаил Архангельский Просил, как бы Подождите Скоро мы с вами встретимся Поэтому продолжим наше соперничество Ну, скажем так Я им, правда, подсказал Что есть еще турбины Которые они два раза проиграли Давайте сначала с ними разберитесь С портером у вас пока полное равенство 5-5 получается Да 1-3 и 4-2 Да Вот в первой лиге, наверное, будет выясниться Кто сильнее Ну, будем надеяться, что все-таки Явка у нас будет достаточно хорошая Ну, там все игры хорошие Там не только портер Хорошая команда Там достаточно много Посмотрите, какой фурор произвел Команда Алан Гатагов Которая выбила Достаточно много Финалистов Да И ФКСП И вообще вышла в финале Играла с Мега Титаном Да, поэтому Ну, там все команды Мы Перед нами играли Две команды Первой лиги Одна команда Должна была Если проиграла Вылетать Если не изменит память Надежда, по-моему И как они бились Поэтому там Легкой жизни никому не будет Давайте посмотрим на таблицу бомбардиров Второго дивизиона Ну, там, наверное, радуется Сергею приятно Роман Ашимчук 48 мячей Как? Максим, тебе вопрос Сергей, вам Как можно сценить этот результат? 48 это много Или Не очень для второго дивизиона? Ну, вот Сергей, мы шли когда сюда в студию Как раз про Рому Ашимчука И говорили Я так понял, что не все матчи Он далеко не все матчи сыграл, да? Роман Ашимчук А так бы мог и как Наколотить, как Рубцов Да, 81 мяч в 2 В дивизионе 2 Да, Роман сыграл 22 матчи И, скажем так Для третьей получается Да, бесспорно Конечно, он должен забивать и больше У него отличные физические данные Ну, и он достаточно умело использует Свои данные, да В футболе Ведь не только футболист, да? Да, он мастер спорта по рукопашному бою Чемпион России Поэтому Достаточно такая Спортивная личность Да, просто надо сказать, чтобы защитники в первом дивизионе Были крайне осторожны с этим нападающим Потому что и ногами и руками владеют Ура Вот, кстати, о бомбардирах Нет, еще про Романа Какой-то индивидуальный приз Что-то какой-то Или просто похвала от руководителя Вы знаете, мы посмотрим Будет? В любом случае Скажем так Человек очень Такой открытый Роман, да И мы В первую очередь рады все Его успеху Искренне рады Причем он полузащитник И ведь он еще стал лучшим по системе Голл-плюс пас Еще 19 голевых передач Сейчас мы посмотрим Да, мы сейчас посмотрим Поэтому, скажем так Для Ромы самое главное Играть И Просто как бы быть нужным Для него это самое лучшее Как бы почтение И Надеюсь, что он также Продолжит этот голевой почтение В первой лиге Вот пятерка Бомбардиров на ваших экранах Все так же висит Я бы Что хотел бы отметить Представители Два представителя Одной команды Искра Искра, да Это Сергей Карпов Который забил На 10 мячей меньше И Постоянный Представитель Бомбардирской гонки Это Евгений Недзельский Который уже Миллион лет играет Я бы сказал Что уже что Легендарный Легендарный Да, да Это, кстати Коронное выражение Да Поскольку Легендарным он был И в том числе И в первом дивизионе Да Да, да Все верно И два представителя Всегда в пятерке Лучших бомбардиров Да Понимаете Два человека В пятерке И при этом команда Идет внизу Вот удивительно Как Вы знаете Команда очень сильная Мы в первом круге Тоже еле-еле Скажем так Отскочили От них Потому что На последних секундах Матча У нас тогда Руслан Мангушев Я играл в воротах Руслан Мангушев В следочке Вынес этот мяч Понимаете Ну, во-первых Невдельский Это достаточно опытный игрок Да Человек поиграл И в ЦСКА Минифутбольном Насколько мне известно Поэтому И в принципе В играх То, что Мне удалось посмотреть Он всегда играет Столба Поэтому Как Роман Гаранин Достаточно хорошо Открывается Разворачивается Поэтому Человек видно Сашковой Но у них Я бы еще отметил Еще одного нападающего Который К сожалению Не попал Это Ян Семен Я, кстати Подумал на нем Очень Вы знаете Он и в Каите Если мне не изменяю Память играл Достаточно Такой позитивный человек И вот Вызывает Просто уважение Его поведение на поле Он настолько Уважительно Относится к сопернику Даже если где-то Он и нанес травму Он там тысячи извинений Поэтому Это поразило Это удивило Ян в свое время Поиграл за Каита Правильно Поиграл за Барс Барс Был Но Вы в курсе Что Ян Семак Это бронзовый Призер Чемпионата России 11 на 11 В составе Рубина Да Так На секундочку На секундочку Вот вам и 2Б Вот вам и 2Б И 10 место Искры Да Вот Какие люди играют К ассистентам Давайте обратимся Здесь Вновь Феникс 9 Вот Кстати Игорь Комаров 39 передач Второй кстати Евгений Недзельский Ну и нельзя конечно Про Максима Ковальчука Сказать Он везде На третьем месте 30 передач Сухий Кстати пока вот Смотрите на фотографию Игоря Комарова Я обратил внимание На значок Феникса 9 Кто придумал И что обозначает Феникс Птица Феникс Да безусловно Который выставит из пепла И Медведь Тоже знак Как бы Скажем Наш Россия Россия Да безусловно Еще же и хоккейная команда У вас есть У нее тоже Такой же знак Это один тот же герб Ну и Давайте посмотрим Гол плюс пас Здесь Роман Шемчук На первом месте 67 Набранных баллов Евгений Недзельский Второй 63 И Сергей Карпов 60 Оба Футбольный клуб Искра Совсем небольшой отрыв Да Да Очень Здесь Упорно Было Поэтому Искра Конечно Они меня Удивляют С хорошей точки зрения Ну и По вратарям Здесь Вячеслав Овчинников Турбина На первом месте Коэффициент 0.82 Очень достойный На втором месте Думаю Сергей Нам подскажет Игорь Желанков Все верно 1.35 Коэффициент И на третьем месте Игорь Довыденков Портер Запад 1.72 Коэффициент Соответственно Вот так вот Расположились у нас Голкиперы Ну Я тогда Предлагаю Наверное 2А Еще Посмотреть Турнирную таблицу Давайте К ней обратимся Вильяминова Интеро Адидас Про Вильяминова Мы говорили Наверное Еще с зимой Наверное Слышали Что там Отрыв был большой И команда Вышла Здесь наверное Все Закономерно Ну Интеро Адидас Я уверен У нее стоят Поэтому Там Вообще Очень Очень Интересно По сути Первых 6 команд Первых 6-7 команд Если объединить С командами Группы Б Мне кажется Была Вообще Сумасшедшая Зона Была бы Но по сути То В следующем году Такая будет Первый дивизион Будет бомбовый Да Однозначно Поэтому Ждем с нетерпением Готовимся К нему Безусловно Стараемся И усилиться Не в курсе Интеро Пойдет Первый дивизион Потому что Она часто Занимает Какие-то Места Которые позволяют Выйти Но всегда Она Два раза Отказывалась Отказывалась Не готов сказать Честно Но Интеро Может задержаться В первом дивизионе Я думаю Что да Я думаю Что да В принципе Спасибо Что здесь Еще что-то Интересное Для себя Отметили Во втором дивизионе Может быть Команда Со знаком Плюс Со знаком Минус Вот Какие-то Особенности Может быть Второго дивизиона А Отметили Может быть Там в Б Допустим Более Играющих Команд Два Силовые Скажем так Да нет На самом деле Первых Семь команд Действительно В зоне Очень понравились То что Вторая Планетаблицы Не буду Никого Обижать Мне кажется Наши Команды В нашей Лиге Мне кажется Дали бы бой И были бы Выше Кстати Феникс Есть Такая команда Есть Есть И Феникс Раменки В 2б 3 Феникс Скажем так С Фениксом Раменки Из-за Речи Это 2 команды Которые Нам Больше всех Наколотили Мячей На Феникс Раменки Молодые ребята Трудно было С ним Трудно Трудно Безусловно Трудно Задорные ребята И хотят И хотят играть И Скажем так Бегут Тренер Отличный Владимир Лизнов Любит очень команду Живет Ей Да Но это Видно Он К ребятам Относится Как к детям Поэтому Это безусловно Видно Это Скажем так Приятно На это смотреть Поэтому Тренеру Привет Ну и Привет Командам Которые Выходят В первый Дивизион Действительно Может быть Очень интересно Друзья Давайте Посмотрим И таблицу Бомбардиров Здесь Как и полагается Турнирная Таблица Из Команды Чемпиона Из Велиминова Павел Рубцов 81 Да Достаточно Достаточно Ну вот это Уже Крутой результат Скажем так Вот Ну Это результат Крутой Но вот Я задаю вопрос Сам себе Это Почему Это настолько Высокий уровень У футболиста Или это настолько Дырявый Простите Обороны У команд Вы знаете Я вам скажу так Наверное Можно на этот вопрос Будет ответить Совсем скоро Да Когда начнется Чемпионат Первой лиги И вот тогда Мы увидим Как бы Насколько уровень Соответствует И этого футболиста И нашей команды Да Ну Все Мы Ответим Получим Ответы На эти вопросы Что мы стоим Ну А я в свою очередь Если позволите Хочу напомнить историю Да Что Павел Рубцов Он не новичок Далеко не новичок В дивизионе 2А В смысле Вообще У нас в западной лиге Мы помним Прекрасно Тот сезон Когда Кристалл Вместе с КПРФ Заняли первые 2 места И должны были выходить В высшую лигу Но уступили Свою позицию Для ЦДН Отказались Заявились В самую нижнюю лигу И что было дальше Первое место В четвертом дивизионе Первое место В третьем дивизионе И вот теперь Первое место Во втором дивизионе А вот как будет Уже в первом Феникс 9 Я думаю Ну и не только Феникс Действительно Там есть Команды Которые Могут побороться И во всех этих Хочу заметить Что во всех этих Сезонах Паша Рубцов Всегда очень много Забивал То есть это Действительно Высококлассный Нападающий И вот Трудно будет Ему противодействовать За ним Повнимательнее Последим мы В первом дивизионе Второе Третье Полетаев Феникс И Растунков Классика 74-68 Мячей Соответственно Вот Ну и По ассистентам Здесь У нас Adidas U23 Игорь Турсунов 58 Передач Опять же Второй Павел Рубцов 46 И Рамиль Растунков Классика 42 Передач Ну В принципе 58 Передач Это тоже Здорово Это очень Хороший результат Безусловно Это очень Хороший Сергей Вас следит Из команды Вообще За своими Я слежу Нет Нет Я имею ввиду Не за всеми А вот есть Болец Который Я хочу Забить Я хочу Стать Первым Ассистентом Я хочу Гол Плюс Пас Такого Нет На самом Деле Потому что Это Получается Играть на кого-то Это неправильно Я не знаю Кто будет На следующей игре Поэтому Мы уже Отталкиваемся Наша игра От того Состава Который Который Прибудет На игру Поэтому Нет У нас Такого Да И в принципе Наверное Это неправильно Также На ваших Экранах Гол Плюс Пас Второй дивизион Здесь Все те же Лица Поэтому Можно просто Посмотреть Ну и По вратарям Тоже Отметим Поздравим На первом Месте У нас Неудивительно Андрей Баскаков Да Человек Который Сколько 20 лет Наверное Играет В УФЛ Да Очень давно Коэффициент 1.81 На втором месте Adidas U23 Мариус Киперь Интересное Такое Созвучное Название Кипер Кипер Мягким Знаком На конце В доску Вратарь 1.97 И Ну на третьем Я с особой Гордостью Друзья Скажу Этого Человека Вообще Просто Человек Железяка Простите За меня За такое Выражение Которому Играет Великолепно Еще в мини Футбол Который Тащит И медик Это Алексей Корнаухов Медик 2.17 Коэффициент Третье место Вот кому Я вручил бы Приз Действительно Это Человек Который Миллион Лет Уже Западной Лиги И Действительно Человек С именем Здорово Играет Наверное Надо сказать Что и медик Очень достойно Выступил Шестое место Занял Занял До последнего Они боролись За стыковую Зону За четвертое место Который В итоге Выводит Ну они Скажем так же Не с нами Тоже Не сильно Хотят В первой дивизионе За выживание Бороться Но медик Отмечали Литуаль И медик Это команды Которые В высшей лиге Поиграли В первой лиге Много играли Ну вот сейчас Очень достойно Выглядит Двизионе 2 Ну Сергей Наверное Для первого Знакомства С командой Феникс 9 Да Мы Вполне Интересно Пообщались Сейчас Полтора месяца Перерыва Что пожелаете Команде Своим игрокам Может быть Ну Своей команде Готовиться К предстоящему сезону Готовиться К предстоящим Турнирам Которые Наши ждут Впереди Да Поэтому И соответственно Всем командам Без травм Всем большой привет Спасибо большое И на что рассчитывает Феникс 9 В первом дивизионе Ну конечно На победу Первое место И только Будем стараться Безусловно Ну а зачем туда выходить Хотя будет Конечно Безусловно Очень трудно Но мы будем стараться Что ж Ну мы тогда пожелаем Удачи Фениксу 9 В первом дивизионе И В Куб В Лиге Москвы Да получается Что Если будете участвовать Да Да кстати Будете участвовать В Еврокубках Да Да С удовольствием Тогда титулы там Желаем Будем стараться Будем стараться Приобретать опыт Уже получили Пусть не совсем Хороший Как бы да Но Все равно Опыт Бесценный У нас У нас в гостях Был Сергей Стеблецов Вратарь Защитник Ползащитник Нападающий Главный тренер Играющий Тренер Главный тренер Руководитель команды Феникс 9 Которая в следующем году Будет играть В первом дивизионе Сергей Спасибо Спасибо большое Посетили нас Спасибо большое Спасибо Спасибо Сегодня у нас в студии Еще один Очень интересный гость Уже третий Впервые на передаче У нас присутствует Такое количество Интересных гостей Сегодня поговорим О дивизионе 3Б И пригласили Сюда к нам В студию Главного тренера Команды Импульс Играющего Надо заметить Тренера Александра Кодина Если уж идти так дальше Очень неплохо Играющего Прекрасно Играющего Александр Спасибо большое Что нашли время Выкроили Вот Александр Сейчас проводил Тренировку Своей команды И с пылу с жара Вот прямо с поля Пришел к нам В студию И расскажет нам Про свою замечательную команду Да Вот Мы уже здесь Сколько раз Касались тем Импульса Вспоминали Кристалл Вспоминали Как Собственно говоря Команда Не пошла В высшую лигу Вот эта история Она с годами Какими-то там Новыми подробностями Да Пополнилась И На самом деле Уже какую-то байку Напоминает Вот поэтому Александру Наверное В первую очередь Попросить Стоит Чтобы он Какую-то Ясность Внес В эти перипетии Немножечко В историю команды Углубился Александр Попросите нам Вообще Про то Как была Создана команда Импульс Может быть Затроните Моменты Как выступали Уже в первом дивизионе Ну вообще Вот про команду Импульс Поподробнее Можно Такого Такого Результата Команда Достигла Ну в общем Начнем С того Что я в Москве Живу с 99 Года А сам Приехал В Брянском Значит там Мы выступали Периодически В разных Значит чемпионат Области Первая Вторая Третья группа Чемпионаты районов И так далее Ну а потом Когда пришло время Приехать в Москву Так скажем Работать Ну естественно Желание осталось Играть в футбол Ну родители Вообще С первого класса Отдали дзюдо Там был значит Тренер помешанный На футболе Потом значит Легкая атлетика Там еще более Помешанный После тренировки Двухчасовой Еще полтора часа Футбол гоняли Значит Ну в общем Везде Где я не занимался Везде был футбол В первую очередь Ну и отец В самом маленьком возрасте Водил меня всегда На стадион Переполненный весь Смотрели Профессионалов Как играли То есть Мне этот вид спорта Из всех Которыми я занимался Он мне больше всего понравился Ну и значит Играли мы Вот так играли На разных чемпионатах Ну и когда Приехал в Москву У меня Там были знакомые Которые Со мной играли Через этих знакомых Ну мы Как бы Я решил На тренировку Ходил на Анохино Где у нас ЛФЛ проходило И там мне Ребята сказали Ну а вот Ходишь на тренировку Это ж надо где-то Играть в чемпионате Вот у нас тут ЛФЛ проходит Было это Восемь лет назад Примерно Ну я поинтересовался Где надо взносы Взносить Куда надо приходить Там и так далее Ну Собрали сперва Тот состав Который у нас был Из тех ребят Которые приходили На тренировку Чаще всего Значит на Анохино Ну думали Знаете как Вот сейчас Заявимся И всех вынесем К черту А заняли только Пятое место То есть Импульс Как всегда Это в какой дивизион Заявились В четвертый Тогда был Четвертый А значит Ну опять же Забиваем больше всех А пропускали Значит тоже Почти больше всех Ну в итоге Мы заняли Пятое место Значит ну Кое-как там Какая-то команда Снялась Мы попали В третью лигу В третьей лиге Чуть-чуть усилили состав Значит Начали играть Опять же Не очень хватило Заняли шестое место Опять же Забили больше всех А пропустили Опять черти сколько Ну то есть Опыта набирались Набирались постоянно Ну и начал я Приглашать Тех ребят Который мне знаком был Которые Очень хорошем уровне Играли сперва Одного Привезли Значит Потом другого Вон друга Ну все Официально заявили У нас как бы Мы не любители Подстав Хотя я вообще Не понимаю этого Какой состав Приехал Против нас Тем мы играли Мы никогда В жизни Никого не проверяли Нам как бы И хотелось Чтобы был посильнее Состав Который против нас Играет Потому что Если выиграть То чувствовать Потом можно Кому-то похвалиться Вот грубо говоря Что вот Мы выиграли У такой-то команды Там были сильные Игроки И так далее Поэтому мы в жизни Никогда И плохой у нас Был один эпизод Раз И я Роженкову Значит Написал письмо О том Что мы заявляем Одного игрока И мы опоздали На один день То есть Восемь человек Должно играть А у нас Восемь не собирается И мы взяли Этого игрока Значит поставили И тут приходит Еще один Значит Ну я ему говорю Вот ты поиграл Один тайм Все Дай другим Пусть А он обиделся Мы выиграли У конкурента Который первое место Занимал Значит мы 5-2 у них выиграли Это комическая ситуация Была в третьей лиге И значит Этот наш Обидевшийся игрок Подходит К их К ихним Так значит Капитану И говорит А вы знаете Вот этот Показывает пальцем Играл Вне заявки Его не было там Ну и нам значит Вот техническое поражение Это впилили И вот с этого Момента Мы поняли Что Какие бы там Ребята не говорили Они крутые Они все Даже некоторые пальцы Гнули там И так далее Вот типа все Мы значит Вот с того момента Никогда в жизни Не ставили игрока Который у нас В заявке отсутствует Вот Ну и значит Вот потом Смотрим В третьей лиге Мы тоже На первое место Не тянем Опять же Забили больше всех Пропустили больше всех Значит Заняли При этом Только шестое место Ну а естественно Ну мы ходим Как минимум Тогда ходили Три раза в неделю Значит по полтора Два-три часа Занимались иногда Вот Ну как бы у нас Такая ситуация была Половина команды У нас хорошо тренировалась Вот три раза в неделю А половина команды Один-два раза приходила То есть У нас вот так вот Плавающие результаты были Собирались все Кого надо поменять Прямо со скандалом Чуть ли не в драку Нет я не буду И все Я хочу на поле играть Вот Ну и начали мы Тогда усиливать состав Значит Друг у меня Которого Я взял к себе на работу Значит он здесь Невесту себе нашел Значит уже ребенка родили Живет с ней Вот У него тоже знакомые Значит там Лучшего Бомбандира Трижды Три года подряд Чемпионата области Первые зоны Мы пригласили Значит Ну мы ему как бы Только оплачиваем Проезд Значит И он очень любит Играть в футбол Ну знаете Как я финансовые Вот эти вопросы Вообще не люблю обсуждать Они никому не нужны В принципе И вот Ну он тоже стал ездить На своем автомобиле Или просто на Поезде Там 4 часа Буквально приезжает сюда Вот У нас пошли Результаты хорошие Ну люди стали туда К нам на тренировку Ну много народу приходит Иногда вот Когда сезон Мы круглый год На свежем воздухе Тренируемся Специально выбрали Такой темп Что Ну это полезно Это полезнее чем в зале Дышать пылью и так далее Вот И значит Мы начали укреплять состав Вот этот с Брянска Начал Женя приезжать Значит У нас опять пошли Лямцев У нас опять пошли Хорошие результаты Значит Первое место мы заняли Опять больше всех голов забили Ну на этот раз К счастью Мы почти меньше всех пропустили Значит Вратарская позиция у нас Ужасная просто Волейболист Он вообще не умеет На воротах стоять Но Супер то Что он половину пенальти Практически отбивает Вот Вообще Он на выходах Очень плохо играет Вот Это у нас очень слабая черта Еще Слабая черта У нас в защите Значит Три человека Им еле-еле исполнилось Одному только 18 Другим по 20 И вот они Очень любят доказать Мне Может кому-то еще Что вот они могут Сто мячей забить Как только мы начинаем Вести в счете В два-в три мяча Они просто убегают И в итоге Я остаюсь один Вот И меня иногда Разрывают Там два-три человека Вот Центрального защитника играете Ну я как бы Атакующий полузащитник Но учитывая то Что у нас и так Сбивают Вон по три человека Значит Один пятьдесят Другой сорок Третий восемьдесят Вот и так далее Я фактически За середину поля Никогда не выхожу Вот Ну там Цементирую Как бы Помогаю нашему Ротарю Этому бестолковому Вот Он будет смотреть Передачу Интересно Будет Он на меня не обижается Он знает Что он Я ему уже сказал Что игровые кондиции Меня очень не устраивают И я его держу Потому что просто Он не курит Не пьет Вот И как бы Ну мы особо сейчас У нас состав сильный Мы вратаря другого не ищем У нас еще Два в запасе есть Ну и потом Значит Вот по знакомству Мы еще одного парня Значит Позвали Ну укреплять состав надо Потому что Ну как бы Мы хотим Максимальных результатов Два раза мы в кубке Тоже Зимой Вот в этом перерыв Был В ЛФЛ Мы 5 на 5 заявлялись И там До полуфинала дошли И к сожалению В один мяч проиграли И в прошлом сезоне И в этом сезоне Вот Ну и значит Вот постоянно Укрепляем состав Ну и самая вторая Главная задача У нас наиграть состав Потому что тоже проблема Вот когда мы Как бы до первой лиги Добрались Уже шли на первом месте И Люди Как вот Сейчас Фактически Вот эти Которые ходят Состав себе набирают Они значит Не любят Где-то по площадкам Спортивным ездить Где-то по каким-то Клубам И так далее Может каким-то Познакомствам А они смотрят Просто тупо Открывают этот сайт ЛФЛ Смотрят Кто больше всего Забил голов И начинают Названивать Отдай нам того Или вот этого И так далее И вот с нашей командой То и произошло Значит Сперва Вратаря у нас забрали Потом Вратарь был хороший Он сразу там Допустим До полуматча После матчевых пенальти Мы доигрались И он значит Два первых Сразу взял Потом еще один взял Рост у него хороший был Но он к сожалению Он Я забыл его фамилию Он второй игрок В Калуге был А сейчас где играет? Сейчас точно не знаю Но где-то играет У профессионала Вот он у нас Несколько игр Там Игр 10 Всего лишь Бобыл Но он тоже Он как Мы выигрывать начинаем Он все Короче На вороты Мы другого ставим И он полевым игроком Начинает И вот потом Значит у нас Одного игрока Забрали Иванова Потом Ислама Забрали В регистрации Сейчас вышли Да И у нас в итоге Получилось так Даже на воротах Некого было ставить Мы 14-летнего пацана Ставили Вот И у нас Ну естественно Я не такой человек Который знаете Начнем подводить Вот лигу Всех игроков Всех команд Которые приезжают На игру Значит Мы решили все равно Вот слабый состав Но все равно будем доигрывать Вот И в итоге У нас где-то После 10-го тура Всю команду Разорвали просто И значит Мы все равно Доигрывали Доигрывали И в итоге Мы 6-е место Там заняли Шли 1-е 3-е 4-е Даже первую команду Обыграли Вот когда у нас Еще не порвали состав Вот И потом Ну как бы Вот такая вот Есть проблема Что люди Вот присматривают Значит 1-й 2-й 3-й Уже ко мне Несколько раз подходили Дай нам Вот этого Телефон Я говорю Ну вот он Разговаривай с ним Ну то есть сейчас У нас состав От меня Никто не хочет уходить То есть вот это вот хорошо И то есть я добился того Ну сам я еще 3 раза в неделю Тренируюсь По 2 часа Понедельник Среда Пятница И решил еще теперь По вторникам Четвергам Или футбол Или велосипед Вот то есть Ну потому что Бывают такие соперники Которых я не могу догнать Или допустим Ну я не могу обыграть Или допустим Я не могу ударить Поворотом капитально То есть ну Для себя лично Я решил что у меня будут Шестидневные тренировки Неделю Вот И шестеразовые имею ввиду Ну где-то по 2 часа Там может по 2 с половиной И хочу чтобы наша команда Все Буквально все Я всех предупредил Что если Вот кто-то на тренировку Хоть один раз не пришел В неделю Вот у нас 3 Для всех обязательно Кто-то там 4 Кто-то 5 приходит Кто-то один раз не пришел А его конкурент На эту позицию Пришел Больше тренируется Все Вот ты будешь сидеть на скамейке Ты будешь выходить на замену И так далее Или вот допустим Мы сейчас в финале Кубка Ермака играли И я сразу сказал Ребята Если у нас сейчас игра пойдет В первом тайме Вот те кто на запасе сидит Можете не обижаться Можете что Мне ничего вообще не говорить Я состав менять не буду Потому что трижды Было уже такое Мы Вот с КПРФ Мы играли все нормально 2-2 И тут вот 2 человека У нас сидело на скамейке Вот 18-летний Один там еще один Говорит Ну а что мы сюда приехали Сидеть Поменяй нас Как только мы их поменяли У нас Как бы у них игрока одного удаляют Остается три минуты буквально Не не три Десять минут остается Мы 2-2 То есть нам дожать осталось Они просто все убежали И нам два мяча В меньшинстве забивают То есть они нам два мяча В меньшинстве забивают Вот и вот Когда мы в финал Этого Кубка Ермака вышли Я им сказал Что если мы после первого тайма Будем выигрывать У команды все Вы просто сидите И так далее И вот они уже дошло до того Что вопроса мне больше уже не задают Я объясняю Почему нету замен Почему Вот мы играем постоянно Ну и как ни странно Знаете как Может быть мы так натренировали Что мы фактически не устаем У нас никто меняться не хочет Вот и у нас Как бы тоже еще Вот я сказал В нашей команде Что курильщик у нас Играть не будет Кто курит Все И вот у нас нету Ни одного курильщика Решлось бросить Да кому-то Ну никого не было курящих Как-то сразу У нас есть один в заявке Я его никогда почти не зову Я ему сказал только Когда бросишь Тогда и будешь у нас в заявке Вот Ну и вот как-то так Ну а если ради чего Все это Ну во-первых Это ради здоровья Чтобы просто Современный век Гиподинамия поразила Просто-напросто Сидеть дома на диване Допустим Или как бы С рулем по 5 часов в сутки А потом жиром обрастать Ну это не для меня И ну а вторая задача Это результат Чтобы мы как бы Ну наверное Нас уже так и называют Что вот они и дают поиграть И сами забивают Ну вот у нас наверное Такой вот имидж Мы даем сопернику 200 Ну не 200 Там ну сколько Мы 80 мячей пропустили Сами 260 наколотили Вот поэтому Как бы Вот именно так Мы от обороны Не любим автобус выстраивать Ну и против всех команд Стараемся вот такой еще Футбол играть А там уже как получится Ну и с КПРФ Даже вот нарвались Правда на Два штуки получили Вот это Вот в меньшинстве В принципе КПРФ такая команда В принципе Ну в первой лиге КПРФ обыгрывали Вы сказали что первое место Они как раз первое место Тогда и заняли В сезоне 15-16 Нет Это у нас там Не КПРФ было Это там была Магистраль И И Нет Не КПРФ Другой год Какая-то другая Кристалл был еще Нет Не Кристалл Она Сейчас вроде играет В премьер лиге На последних там местах Вроде идет Забыл я как называется Там еще судья Зубков играл За эту команду Зубов Вот Как она называлась Но они очень сильно Расстроились Когда нам проиграли И смотрю Они как бы Заняли все-таки Второе место Да Вышли И тут же Вылетели Вот Ну то есть У них там что-то Они сильно недовольны были Вот Ну не то что Нет По делу Мы все выиграли Ну просто Они как бы Считали Что они не могут Импульсу Команда Которая только-только Пришла со второй лиги Вот они Уже в премьер-лигу Выходят И тут они нам Проигрывают Вот Ну вот это вот Их расстроило А вот Что касается Сезона Да Коллектив бы Собрали Все приезжают 260 забитых Мечей Это просто За 26 матчей То есть В среднем Больше 10 262 Меча Да В среднем Больше чем 10 Никто столько Не забил Ни в одном Двизе Вот они забили Всего 115 А пропустили 28 Я мечтал просто С этой командой Встретиться Я думал Господи Ну вот как раз Там и нарвемся На ту оборону Которую невозможно Будет пройти Во второй лиге Нет В первую Они вышли В первую А это Турбина Да У них в итоге 38 Один мяч За игру Это очень мало Я так поразился Думал Господи Ну как же Такое бывает Ну они же Забились Мы даже В самый Свой худший Сезон И то 180 Забили И вот мы с ними Встречаемся Наколотили им 9 мячей Пропустили Всего лишь Один Я думаю Нет Все-таки Да Не то Не то Как-то не бывает Такого Это какие-то Стечения обстоятельств Второй раз Опять с ними Встретились И опять им дали Там штук 8 8-2 Вот такой вот Это вы товарищи Играли Нет Мы же два раза С ними за сезон Встречались С этой Турбиной Они к нам Вышли в первую лигу Я посмотрел Их результаты Что там было Там было всего лишь 115 мячей Или 120 Вот Я думаю Ну Вот Я все время Своей защите Говорил так Вы посмотрите Вот она турбина Они пропустили 20 небольших мячей Они заняли Первое место И вышли Понимаете Вы пропускаете 70 мячей Давайте Говорю Вот это Вот это Вылечим Что у нас есть Мы забиваем Бешеное количество Ну почему Мы столько пропускаем У нас каждый из вас Может одного Двух защитников взять Зачем вы куда-то убегаете С дисциплиной У нас еще не очень хорошо Вот именно У защиты Потому что Вот клим этот Который выше Вот этот молодой парень 18-летний Значит он там 39 мячей У нас тоже забил Ну что-то около этого 35 может быть Отдал еще около 15 голевых передач Это защитник Это защитник Я ему говорю Послушай Вот твое место Вот И никуда не выходи 2-2 Счет Нам Они в меньшинстве Нам их дожать Чуть-чуть Один гол Воткнуть Все Мы попадаем Ладно на Титан Но мы посмотрим Может быть мы там Сами автобус построим И на контратаках Будем ловить Но нам Нам сегодня Надо выигрывать Он буквально Через минуту Забыл Что я ему сказал Он просто убежал Я остался один Они вдвоем Меня порвали И перекинули Этого лейполиста Нашего Через За шею ему Два мяча Вот и все Ну то есть Мы вот проиграли А что делать Футбол любительский Какие-то меры наказания Вводить Ну меры наказания У нас такие Вот То есть Кто плохо сыграл Я им сразу говорю Что в следующий матч Ты выходишь Или со скамейки Или просто Ну бывал наказывал Вот очень серьезно Там один проступок Совершил Значит он два мяча Мы выигрывали 4-2 Буквально Он у себя там Начал обыгрывать Штрафной Первый гол приносит Второй гол приносит Я говорю Все Три игры ты пропускаешь Он больше не приходил Это из Балтика Или на Кубке Гермака Нет Это не Кубок Нет За эту игру Я никого не наказал Там как бы Там была одна ошибка Вот у этого Клима Вот у 18 лет Когда он Коржановского Этого За минуту до конца Взял и оставил его Одного на полполе Вообще Я ему говорю Будь рядом с ним Он убежит Как нечего делать Вот он его значит Оставил Тот на грудь принимает И забивает Нашему волейболисту И до пенальти доходит Значит До пенальти доходит Дело И вот он там реабилитировался Я говорю Слушай Вот на тебя сегодня орали За то что ты пропустил Последний Второй Там прям по центру Тебе бьют Еле-еле ты его не видел Почему-то Я говорю Сейчас реабилитируйся Вот сейчас Докажи что мы На тебя плохо Сегодня говорили Ну все Он два пенальти отбил Вот все нормально Но у нас Очень классные игроки Пенальти бьют Они просто Ни разу Сколько мы били пенальти Никто ни разу не промазал В игре было Было У нас даже снайперы Там где-то Ну я последний пенальтист Из восьми Семь штук я забил В этом Вот в этом В третьем дивизионе Вот А так вот Ну как бы Не то что Вот у нас когда С Реалом играли Мы за выход В первую лигу В стыки попали Значит Вот у нас дошло Дело до пенальти Вот Ну и там Четыре первых Они все ударили Капитально И вот тот игрок Про которого я рассказывал Профессионал Этот был вратарь Он Значит это Вот тогда На воротах стоял Он три пенальти Сразу отбил Просто И я так подумал Глянь В Реал приехал Человек с первой лиги Там со второй лиги Приехал Еще какой-то За молодежку был Да И они никто Нормально не ударили Пенальти Я просто Я смотри Я глазам своим меряю Профессионалы Так плохо бьют пенальти Я не знаю Для меня удивление Очень серьезное было Это наверное Не самый сложный Элемент Нет Нет Самый сложный был У нас два таких эпизода Ужасающие было Мне так неприятно Это было Я так Я не думал Что вообще Такое было Фейл возможно Первое Это когда мы играли В третью лигу Уже вышли И значит была команда Которая отставала От нас Ну примерно На пять очков А мы занимали Значит Ну на тот момент Мы призовое место Занимали Мы бороли За выход Во вторую лигу И значит Выходит судить Значит Человек Который играл За эту команду И значит Он так нас Стал душить Он такие там Назначал штрафные Я помню Я выхожу Один на один С вратарем Меня по ногам Так так дали У меня вот здесь Вот все опухшее К черту Я летел Вот так вот Щучкой Метра три И он значит Пенальти Вообще не дал Я ему говорю Я ему в раздевалке Говорю потом Тебе как не стыдно Ты зачем это делаешь Ты стараешься Ради своей команды Ну разве тебе это поможет Ты потом Ну ладно Ты нас сейчас убьешь Один раз засудишь Второй Мы не выйдем Во вторую лигу Ну как это Твоей команде поможет Мы же с тобой Может быть встретимся Потом два-три раза Четыре всего лишь Следующих Ну неужели Ты вот Когда выходил судить Ты зачем это делаешь Это же тебя просто Выгонят с этого ЛФЛ Ты не будешь больше судить Вот Ну и в итоге Вот он сейчас играет Там пять на пять И ничего у него не получилось Его команда просто Она перестала существовать Ну то есть Это люди наверное думают Что у них там Ну как бы Не осталось ни сил Ни желания уже играть И они вот этой вот Черной работой Начинают заниматься Плохой И был вот недавно Тоже совсем недавно Где-то в этом году Даже в феврале В феврале мы играли Играть начали Или в марте Ну уже этого Снега не было Вышел значит Судья один Впервые Впервые Вообще никогда За все В это время Я знаю Что он играл В премьер-лиге Я его видел Несколько раз Значит Вот И буквально Буквально Летит мне Летит мне Здесь Он убегает Он убегает Один В кубки В кубки Ермака Остановил Игру Вот Я ему написал Вот он Целый список Хороших Судей Написал 20 человек Я говорю Пожалуйста Не ставьте нам Этого судью Больше никогда Иначе у меня Состав Я не смогу Набрать Вот То есть Было и такое Что судья Настолько испортил Игру Что невозможно Просто было Как я понял Это частный Таким Да А в остальном В остальном Нормально Цена Знаете Как поднимается Периодически Периодически Заставляют за Квартал За тот Мы еще Этот Даже два месяца Вот только-только Оплатили А заставляют еще За тот заплатить Но это тоже Как бы минус Который не нравится Вот Ну а так Естественно Ну Футбол нам Предоставляют площадку Нам предоставляют Судей Чаще всего Хороших Нормальных Я думал Допустим Когда мы в кубке Ермака Играли Что нас убивать Будет судья Потому что Да Потому что Там Рыженков Сказал Будет играть Там Ну как бы Задача была В общем Вытянуть их за уши Но Меня очень приятно Удивило Что судья Ни в ту Ни в другую сторону Вообще не судил Он вообще Супер просто был Молодец То есть Вот понравилось Серьезно Вот То есть Судьи чувствуются Они держатся за эту работу Что они получают За это И как бы Такое Чтобы вот Предвзятое Сильное Предвзятость Такого не бывает Вот что приятное И в итоге Победа Над командой Сильной Очень сильной Командой Ветеран 7-6 Расскажите Вообще Вкратце Как игра Складывалась Вот вы про первый тайм Говорили Что не будете Вносить изменения Если игра пойдет Пошла игра Пошла игра Да Первый тайм Мне очень понравился Я рад был Без памяти Но Как бы Я сам сильно Травмировался У меня Вот здесь Все-все-все К черту Содрано было Я как сказал Нет Это вообще С футболом Не связано Я поехал Поехал значит На велосипедах Кататься Да И до футбола Было Несколько Там полтора часа На велосипедах Я как минимум Час катаюсь По слалом На горке Когда я Тренироваться Мне надо физически Я слалом На горке Выбираю А когда мне надо Просто разгрузиться Я потихонечку По прямой Там мотаюсь Ну так Не то что пешком С нормальной скоростью Но на слалом На горке Я не приезжаю И в этот день Пошел дождь Ну а в дождь Я вообще люблю И играть И кататься на велосипеде Я все люблю В дождь делать Вот И тут Ну как бы И время надо было Успеть велосипеды И значит этот Футбол Чемпионат мира Посмотреть Ну и значит Поехал туда Начинаю гонять По этим горкам И тут при повороте Значит Вот в эту сторону Ну дождь льет так Что караву У меня даже глаза Иногда не видели Вот И значит Я вынужден был Двумя пальцами Тормоза держать И руль скользкий Он мне выскакивает Из рук И значит колесо Вот так вот становится На 90 градусов И я на скорости Прямо запахал Ну чтобы головой Не удариться Я вот так вот руку Выставил И вот всю руку Вот тут все посодрал Вот И буквально через несколько часов Уже с КПРФом Этим играть Ой не с КПРФом Как он называется Этот ветеран С ветераном И больно У меня Нет я вышел Я не мог себе позволить Нет Если бы мы выиграли кубок И меня там не было Я бы все не просил Просто этого И у меня ключица ужасно болела Я не Я хотел чайник воды налить Да Я левой рукой хотел поднять Я не смог поднять Просто Ну вот так вот больно Ну вот честно вам говорю Вот такие как бы нагрузки физические Они мне помогают очень Мне это нравится Я никаких болей внутренних не испытываю Я усталости не испытываю Я вот ну попадается команда Очень сильная Очень резкая Одни молодые пацаны Натренированные Вот какая например В третьем дивизионе Такой не было Как бы Вот этот вот Как же она называется В полуфинале Мы с ними играли В Ермаке Цемент Нет Цемент мы порвали Там даже никто не употел Цементом Балтика была В четверть финале С Балтикой 4-4 Когда покинали Да Не то что физически Там просто Как бы морально Не очень хорошо было То что ряд наших игроков Не выполняли задачу То есть ему говоришь Вот здесь брок Вот здесь Если ты подключаешься В атаку Обязательно должен вернуться Если ты потерял мячик Ты обязательно его забери Если ты даешь пас Дай идеальный Если ты решился на удар Ты должен забить Как минимум Или чтобы от вратаря Отскочила Вот И 2-3 человека Они не выполнили Эту задачу Вот Ну морально Не очень хорошо Это было Как бы Ну не то что морально Ну вот так вот А так Игра была хорошая Но физически Где-то минут 5 Я почувствовал Что усталость Почувствовал А потом как бы Немножечко пешочком прошелся И все нормально А установки даете все До матча И в перерыве Или во время игры Тоже Ну как бы На тренировках Во время матча Наверное сложно Руководить Во время матча Не очень сложно Но иногда тоже Говорю Да-да-да Ну мне даже Это приятно Иногда Ребята меня понимают Не то что я говорю Так ты вот Мудак Ты тварь Ниже канализации Тебя опущу Нет такого нету Оскорблений тоже нету Потому что я Ну как бы Люди со мной играют Некоторых Некоторые мои друзья Даже близкие Я не могу оскорблять Вот просто так Вот А так вот Я могу сказать Вот Все Садись на скамейку И не выйдешь сегодня Вот это вот Я могу сделать А так вот Ну как бы Не бывает такого Что под рожу Начали друг другу Бить прямо На этом на стадионе Нет такого нет Да-да-да Есть Команда Вот 4-1 Мы проиграли Единственная игра В третьем дивизионе Значит у нас Два вратаря были травмированы Один не смог приехать Значит Вот И мы поставили полевого игрока Ну и он как бы Наверное все-таки Из-за того Что я его в команду Не брал Только заявил Значит он у нас Как бы полгода числился Он на меня лично Был обижен И он Четыре этих левых Вообще просто запустил Я не знаю Как такое можно Игрок выходит С острого угла А он вместо того Чтобы на него Выйти на него Он в центр Убегает И открывает ему Половину ворот Я на него говорю Ты зачем это сделал А он мне даже Сказать ничего не может То есть ну вот так вот Вот такие вот Ну игра была Очень неприятная У нас был самый сильный состав Кроме вратаря У нас забили Было 10 Было 10 раз В штангу В перекладину Один не забитый пенальти Они просто автобус построили Не в штрафной А просто во вратарской И все И мы ничего не смогли сделать Мы только один гол забили Вот это была Самая неприятная игра Это попалась команда Которая Ну они просто Вот взяли Построй Вот сейчас наша сборная Россия играла с этими С Испанией Я не мог это смотреть Это было плохо Результат мне очень понравился Мне супер понравился Ну как они играли Мне это не нравится Они трусливо сидели В обороне Так вот эти Которые у нас выиграли 4-1 Они еще более трусливы Они вообще Просто во вратарской Вся команда Выстроилась И все И хоть ты лопни Ну и надо заметить Ну а как обыграть Поставили на свои места Ну конечно Ну а вот с ветеранами Финал получился Именно в том стиле Вот Давайте еще на этом остановимся Да Вообще хорошо Первые таймы У меня очень понравилось Мы вели И 4-2 Вроде Если мне память не изменяет И уже 5-2 Счет был И значит Ну я как сказал Сразу на скамейке Что мы меняться не будем Очень хорошо игра идет Потому что мы уже На эти грабли наступали Значит И так далее Ну они все поняли Я их сразу предъявил Ну и финал конечно Да Да И финал Ну и потом Опять как-то Как-то я не знаю Уже позволили мы им Почти сравнять Этот счет 7-6 был Вот Ну и Я насчитал Допустим В первом тайме Мы 6 раз Простили их просто С одного С двух метров Не забивали Один на один Выходит Не забивает Рома даже Гаранин Который против нас Играл Я ему сказал Мы говорю Вас 6 раз простили Он даже обиделся А мог разрыв Большой статики А он тоже Один раз Вас простил После ворота Не попал В первом В самом начале И вот знаешь Как он даже Как-то обиделся Ну я сравниваю Как Мы да Потом уже Когда начали От обороны Значит играть Трудно забить Когда вот 6 человек Да Обороняются Да И довольно Тренированная команда И довольно Мы уже в этом МФЛ Уже 8 год играем То есть мы уже Все повидали Фактически Вот А я ему говорю Ну мы же вам Не забивали Когда человек Один на один Выходит Когда не бьет В пустые ворота Я вот эти моменты считал А то что Ну конечно Вы бьете В пустое место А там оказывается Защитник Но это не считается Как бы стопроцентный момент Правильно Вот Ну поэтому я считаю У нас было преимущество Что мы могли И больше намного Как так скажем Ну как бы знаете Вот в этом Значит у ветеранов Она Они очень хорошо Играют в пас Очень Я бы хотел Чтобы все Все вот прямо 60 минут У нас была такая игра Очень бы этого хотел Ну и А вот что Сразу бросилось в глаза Они не очень быстрые Но они ветераны У нас команды Попадались настолько Летают Там просто посмотреть Даже не успеешь Вот А эти все-таки За ними Можно было успевать Можно было их Так обгонять Значит физически Они частенько менялись Но чувствуется Что они уставали А мы как бы Ни одной замены Ну это не удивляйтесь Потому что мы Специально не меняемся Мы хотим наиграться Для нас Вот мы Был перерыв Этот один годик Значит 5 на 5 Мы играли Ну Первый год этот Выиграли Там с большим Тоже отрывом Ну как бы 20 минут Два тайма Вообще ничего Нам так не понравилось Мы опять же Поднабрали за этот год Состал Вот Ну половину осталось Тех ребят Половину новых взяли И значит Вот сейчас С удовольствием Играем Во вторую лигу Собираемся А из-за каждой ситуации Да Пропустили прошлый год Набирали состав Чтобы заявиться В этом году Да Ну потому что мы почувствовали Ну что мы будем сейчас По смешищам играть В этой первой лиге Ну допустим Мы шикарно Остались Там шестое место Заняли То есть за выживание Там побороться Это не для вашей команды Да Нет Мы хотим Или создаем конкуренцию Очень серьезную Играем как положено А вот эти вот Последние места Это не для нас И серединка Там тоже не интересно Нет Мы максимально Мы хотели в этот раз Рекорд сделать Ну насколько я смотрю Мы его и так сделали Хотели ни одного очка Не потерять Ну вот этот вот Значит Армян Чуть лондонский арсенал Не переплюнули Да Ну да верно Вообще Лондонский арсенал Венгера не люблю Потому что столько лет Он один или два раза Был чемпионом Я бы уже давно выгнал С команды Столько денег Такой стадион Такой чемпионат И выиграть всего лишь Один или два раза Ну это вообще Издевательство Мне кажется Над командой Но тем не менее У вас Если брать вообще Все дивизионы У нас с запада То у вас лучший результат Это понятно Всего лишь три очка Потеряно И 262 Никто столько не забил Ну мы хотели вообще Очков не потерять Вообще ни одного Расстроились Да Расстроились Да в эту игру Я понял что все Нашему рекорду конец Вот когда 4-1 был Устроили нагонять своим Ну как бы Я им сказал что парни Большое вам спасибо Со знаком минус Что вот мы Теперь мы рекорда Не добьемся Может быть Если мы оставшиеся Все выиграем Может быть с одним Поражением У нас будет рекорд Ну я как посмотрел За все годы Вроде как есть он Там была одна команда У них две ничьих Ни одного поражения Не было То есть А у нас всего 3 очка А у них А у них 4 потеряны Может во второй лиге Вообще Я все смотрел Какие задачи Задачи опять по максимуму Ну я уже думал об этом Значит мы хотим Конечно опять Ни одного очка не потерять Но сразу говорю Такое невозможно Потому что под нас Или будут Как уже было Или просто команды Не приезжают Или привозят Самый сильный состав Поэтому я думаю У нас потеряны очки Конечно будут Но в идеале Мы хотим вообще Не потерять очков Хорошо А также будет Кубок Москвы Будете участвовать Именно Кубок Москвы Кубок Москвы Или Кубок Ермака Кубок Запада Кубок Москвы Где с другими округами Победители Ну вот это не знаю Потому что мы в этом кубке Ни разу не выступали Кубок Посмотрим по количеству игр В один какой-то кубок Мы точно заявимся А остальные не знаю Посмотрим А Ермака уже получается Не будет Потому что он уже Третьих дивизионов И тем более Ермака у вас уже титул есть То наверное Может быть и в Кубке Москвы Вам интересно будет Поиграть Ну посмотрим Наверное Я вообще не знаю силу Этих команд Кубок Москвы Наверное там посерьезнее Уже будут Там тоже победители Посмотрим Не знаю Но там будут Обязательно участие Или спрашивать будут Будут спрашивать То есть вы можете Уступить Если не хотите Я советую С парнями Смотря где стадионы Будут Как легко добраться До них И так далее Это на сету не будет Это нет Это выездная Дома выезд По Москве Не знаю Посмотрим Мне надо поговорить С ребятами Потому что Если будете участвовать То мы Свою очередь Обещаем Активно освещать Попробуем Куда дойдем Туда и дойдем Мы Как бы Не то чтобы Идем И прямо Вот Все знаете В запой Какой-то После того Как поражение Какой-нибудь В полуфинале У нас вообще Я например Не пью Вот И у нас Насколько я знаю Мало кто выпивает Даже Но Допустим Если мы там Проиграем Где-то На какой-то Первой Второй Третьей стадии Я тоже Сильно не расстроюсь Может быть Мы заявимся Может будем играть Я не знаю А вот По чемпионату Если вот брать Долгоиграющие планы Понятно Во второй лиге Ну если вы ставите задачу Вообще ни одного очка Не потерять То это естественно Выход в первый дивизион А дальше Есть планы Ну конечно Конечно Ну как бы знаете Я помню Как Ну и мне рассказывали И пожил я немножко При них Как они Пяти значит Пятилетки коммунисты Любили выстраивать Вот А в итоге У нас в магазинах Нечего купить было Значит Планировать Я вам точно скажу Надо Обязательно Как минимум На год На два А если человек способен Можно и на 10 И на 100 лет Вперед Прогнозировать Но Мы как бы сейчас Смотрим На год На два Вперед Вторую лигу Хотим выиграть В первой Как получится В премьер лиге Есть команды Которых мы еще Ни разу Не выигрывали Они у нас Выигрывали А мы у них Нет Одна такая Осталась Мы мечтаем С ними Встретиться И мечтаем Им показать Кузькину мать Так скажем А какая команда Не скажете Скажу Техносила В этот раз Они слились Мы на 5 на 5 Хотели с ними Встретиться Они как бы Проиграли Свой полуфинал Брянск Против Обницка Получается Ну наверное У нас Как бы В Брянск Раз два Три Два Основных жителя И два Как бы Бывших Малая родина Моя Брянск Москва У меня сын Здесь родился Коренной житель Так скажем Футбол Вот он С 5 лет Занимается И в ЦСКА Ходил Значит В Чертаново Сейчас в Олимпийку А в сентябре Я его в Спартак Поведу Ну и как бы Третье Это Вот именно Это Я хочу Пример Своему сыну Подавать Что вот Ну сейчас Он уже По 3 часа В день Тренируется Я ему На участке Там поле Хочу построить Отдельное Заявлен он За импульс Да Ему 9 лет Еще впереди Да Ну я его Знаете Если честно Я мечтаю Чтобы у него Не такая жизнь Была Чтобы он играл Футбол Где-нибудь В Спартаке Как минимум А импульс Это как бы Если он захочет В какой-нибудь Свой отпуск Выходной Если что Я его конечно Заявлю И против техносилы И если он Сейчас уже Против больших Так скажем Рвет Некоторых Ну как бы По 10-12 мячей Забивает на тренировке Иногда 5-8 Ну в общем Больше всех Разов в 2 Ну олимпийская деревня Сами понимаете И Спартак Это огромная разница Хоть там и сейчас Кучу миллионов Вложили Поле отгрохали Такое Что с подогревом Они зимой Тоже на улице Играют Вот Ну все равно Это Если он в олимпийке Будет до Лет до 15 До 18 Тренироваться У него будущего Не будет С олимпийки Его никто Никуда не возьмет Его надо сейчас Уже и Чертанова Спартак Там локомотив Ну в Спартак Я уже звонил Там сказали Привозите Каждую неделю Просматриваем Детей Ну вот он Когда-то в Чертанова Поступал Он все финалы Поповыигрывал Ну в связи с чем Его отчислили Ну сказали Что через 2 месяца Буквально его отчислили И сказали Что типа Очень хорошо сложен Не вздумайте Заканчивать с футболом Но мы сейчас На сборы уезжаем Не можем его взять Ну а как мне Слухи дошли Надо было просто Денег давать Каждый день Денег на сборы Понятно Вот Поэтому значит Я официально Мне никто этого Не предлагал Честно скажу Ну я тоже честно скажу Может быть я серьезную Ошибку допустил Что никому ничего Не давал Вот поэтому Он бы сейчас там нормально Уже Уже из этих 4 лет Которые он занимается Он половину Уже с мастерами Так скажем Тренировался Они как-то поехали В Чертаново С девочками играть Да олимпийка С девочками Так девочки из трех игр Три раза в них выиграли Девочки Чертаново У мальчиков Из олимпийской деревни Вот Поэтому Как бы Ну вот Значит Сын Футбол Ну физические нагрузки Ну и результат Вот три вещи Которые заставляют Нас так скажем Играть Ну мне это приятно Я себя никогда не заставляю Я с удовольствием играю И на тренировках тоже бывает Иногда Знаете Лень ужасная Просто Может быть Знаешь Не часто Но может голова Немножко заболела Неохота идти Но я все равно Иду на тренировку Буквально через 10 минут У меня все проходит Через 2 часа Полтора часа Я уже чувствую себя Настолько хорошо Что вот Прямо супер У меня может быть Даже вот Плохое настроение было И оно пропадает Физические силы Появляются Значит Ну и вот дела Какие-то у меня Хорошо Даже лучше Получаются делать Если бы я не тренировался Вот поэтому Вот так Большое спасибо Александр Кодин Это настоящий пример Идеал Такой вот Спортсмена Да и вообще Наверное Любого мужчины У нас в стране Желаем вам Вашему сыну Вашей команды Всяких Спортивных И не только успехов Большое спасибо Что сегодня К нам пришли И что Поделились Своими мыслями Вообще По поводу ЛФЛ И пожалуйста В нашей стране Ну что ж Друзья Наконец-то Мы Поговорили Со всеми Гостями И вот мы Впервые В этой Передаче Сегодняшней Оказываемся Вместе Как три мушкетера Как три мушкетера Да все верно Сезон Завершал у нас Кубок Запада Финал Который Прошел В эти выходные Мы Почему не будем Слишком много о нем Говорить А покажем только Забитые мячи И то как Собственно радовались Футболисты Мега Титана Потому что Завтра Может быть В ближайшие дни Выйдет Большое интервью С руководителем Мега Титана Игрим Кротковым Который Подробно расскажет О кубке Нужен или не нужен Кстати Там много чего Интересного Друзья Почитайте Вот Поэтому Здесь наверное Только главное Голы Мега Титан Обладатель Кубка Запада 2018 года Второй раз Команда уже Выигрывает Да Аслан Гатагов Дошел до финала Мы говорили В этой передаче Ну все таки Класс был виден Здесь Да На ваших экранах Как раз Он И есть Класс был виден Согласен Да Интернациональная команда Интернациональная Пытались Пытались Конечно Играть По футбольному Что на тренировках Гатаговы Да Отрабатывает Но это видно Да И Сосланга Гатагов Подсказывает Все это Как и что Надо делать Но Класс Абсолютно Согласен Единственное Что добавил Хороший настрой Команды Очень хороший Боролись до конца Где-то Даже Переходило Из жесткости В грубости Или же Наоборот Но Боролись Хорошо И смотреть В целом Достоин Но Мега Титан Пожалуй Сейчас Ворч Хорош Чуть Удивительно Да Последний Маш сезон Они в хорошей форме Знаете Что интересно Прооткрою Небольшую завесу Игорь Кровков Сказал Команде Что ему Неинтересен Кубок Запада Ну не то Что неинтересен Да То есть После Поражения Лиги Чемпионов Да Все-таки Кубок Запада Это уже Не тот настрой У него Да И как бы Сказал Определенные Слова Команде И вот Такое ощущение Что когда Вот не надо Мега Титан Выигрывает Может быть Так с Лигой Чемпионов Кстати Ну сказать Ребят Нам ничего не нужно Не надо Они возьмут И выиграют Например Да Вот это давление Может быть Кстати Наоборот Выбрать тактику В четвертый раз В финале Да Если будет Мега Титан Играть Ну Я думаю Что в следующем Году Будет играть Ну да ладно Собственно Я говорю Почитайте Интервью Игоря Кроткова Там Очень Интересно Что Можно узнать Ну и Максим Ты хочешь Ну я Если позволишь Как народный Комментатор Так вы меня Называете Все-таки Хотел бы Аслан Гатагов Похвалить команду Эту Может быть Самое главное Чтобы тебя народ Называл так Да Надеюсь Что так Да Ну команда Это мы знаем Что она Не с самого начала В первом дивизионе Участвовала А заявилась Вместо снявшейся команды И там уже Очков много Было потеряно Но вот По тому Как она раскачалась По ходу дивизиона Вот если бы Не с первого тура Играли Я думаю Что они Как минимум В стыках были И претендовали на выход Ну действительно Выдающийся результат Выбили чемпиона Запада Вышли в финал И вот Сильные футболисты Как ты сказал Интернациональные Вот здесь такая Вот Аслан Мне дал информацию Перед матчем Что вообще-то Игроки молодежной сборной Камеруна И национальной сборной Буркино-Фасо Присутствуют в составе Ну и Нас уверяли Что сенегальцев Вот про сенегальцев Он не написал Но по крайней мере Это Камерун И Буркино-Фасо Ну значит еще и Сенегал Присутствуют Вот такие вот Футболисты В составе Ну а остальные Вот эти молодые ребята Это выпускники Ведущих спортивных школ Москвы Там и спартаковцы И ФШМовцы Присутствуют Да вот В общем Из Динамо Локомотива Очень сильная команда Думаю Что в следующем году Они будут за высшую лигу Бороться Друзья Ну еще раз Напомню Да И вот мы с Сергеем Сейчас говорили В следующий год Первый дивизион Будет крайне интересный Вот по тому Какие команды выходят Если вот все сохранится Да вот Тот уровень Который у них есть сейчас Да Плюс те же Гатагова Альбион Комунар Который если подсоберется Будет Действительно Интереснейший чемпионат И мы Действительно будем Обсуждать многое Друзья Ну Кстати Миша Извини Вот Саслан Как раз таки Да вот Когда мне писал Про свою команду Он сказал что Задача руководства Поставлена развивать Именно вот этот вот Как клуб Для участия в формате 11 на 11 Да Ну вот Все условия обеспечивают Он сказал что Для того чтобы Играть на высоком уровне Выбирали они лигу В какую зону заявляться Он сказал что выбрали запад Именно потому что Самый сильный Первый дивизион в Москве Вот такое мнение у Саслана Ну Имеет право На жизнь Такое мнение Вот Но в том году Был сильнее Все таки Мне кажется Ну ладно Посмотрим в следующем Посмотрим в следующем Да Ждем от этого Чемпионата От следующего Первого дивизиона Очень много Друзья Собственно Конец сезона Да Все Полтора месяца Мы делаем перерыв Не будем собираться Ничего освещать Давайте краткие итоги Что понравилось Что может быть не понравилось И какие вообще ощущения Где вот Давай Что ощущения разные Так как команда Снимается От этого Грустно становится От этого Наверное Неполноценная борьба Где во всех дивизионах Получается Слава Епифанов Борьба за выживание У космоса Не получилось Ну вот сейчас В стыках В матчах Какая-то Все таки Наверное Доли Вот этих эмоций Будет получена Но в остальном Сильная была середина Наверное Вот ряд команд Если мы говорим Про высшую лигу Ряд команд Боролись За И пьедестал Там где-то И за середину За зону Еврокубков Это понравилось ФКСП был силен Но вот Опять-таки Чуть-чуть Омрачило Да 0-4 от тройки Ну это как-то И по округу Да По западу Тоже немножечко Бьет Ну а так Открываем для себя Ниши дивизионные Вторые Третьи лиги Первый дивизион Больше Начали освещать Действительно Есть много Что интересного Но к сожалению Мало информации Мало информации Да И вот Зачастую ругают За то что мы Мало Говорим о вторых Дивизионах Но это Время Время нужно Для этого Для того чтобы Действительно Каждая команда Знать как И Да Дим Вообще Великолепно Сейчас Был твой спич Я присоединяюсь к нему Да И конечно Мы хотим больше Говорить о командах Там Вторых Первых Гизионных Третьих Но если нам будут Будете вы помогать Какой-то информацией Видео Фотографиями Мы будем Обязательно Показывать Передачи И мы Хотим чтобы Вам тоже было Конечно интересно Наблюдать за Своими Играми Не только С точки Турнира То есть зрения Но и В обсуждении В каких-то Перепетиях Максим Ну и Ну я Как обычно Снизу Начну Да С другой стороны По высшей лиге Абсолютно согласен Вот надеюсь Знаю что Нас смотрят Представители Не только Высшего дивизиона Который у нас Наверное Самый освещаемый В передаче Но нас Смотрят люди Из первой лиги Из второй лиги Из третьего дивизиона То есть все группы Вот мы Незамеченными Как бы не остаемся И поэтому Я конечно надеюсь Что Тенденция По сохранению Клубов В западной лиге Она все-таки Будет иметь место Что мы Будем К началу Следующего сезона Иметь Два третьих дивизиона Как минимум Чтобы было Два вторых дивизиона И чтобы Команды не снимались Все-таки Я хочу Такое пожелание Высказать Чтобы как-то Ну терпели Как-то где-то Искали игроков И находили возможности Сохранять коллективы Чтобы не было Оттока И чтобы была Интересная Спортивная составляющая Единственное Единственное Что наверное Вот Первая лига Очень уж стонет Что Шесть команд Вылетает А седьмая Еще в стык попадает Но сейчас Там немножко Поменяли Но тем не менее Шесть Все-таки Может быть Соглашусь Что может быть Многовато Где-то Может быть Не стоит По четыре команды Из второй лиги Поднимать А вот Все-таки Сократить Количество Вылетающих Я бы Приложил С учетом Нынешнего Сезона С учетом Нынешнего Положения Дел Потому что Первая лига Она нуждалась При загрузке И на мой взгляд Это объективно Ну вот Друзья Но надо Показать Что мы Футбольная Страна Что Мы хотим Играть И вот Пожалуйста Да Есть идеальные Условия Почувствовать Себя Ну Футболистом Да С трибунами Музыка Табло Обслуживание Матчей Освещение Освещение Да Проказывают в прямом эфире Конечно Конечно Есть возможность Такого У многих нет На самом деле Даже в Европе Завидуют Такому прогрессу Который есть у нас В лиге Но Есть и свои Конечно нюансы Друзья Ну Мы В этом году Старались Опуститься Да И Осветить Узнать Все дивизионы Старались Как могли Естественно Это для нас Дебютный сезон Да Он был непростой Мы будем делать выводы Мы будем расти Будем делать Чтобы вам было Еще интересней Всегда прислушаемся К вашим мнениям Поэтому Надеюсь На Мы надеемся На взаимопонимание И сотрудничество Да Потому что Нам интересно Когда вы приходите К нам В гости И всегда готовы К критике Готовы ее услышать Согласиться С какими-то позициями И Быть только Лучше Усовершенствоваться В своей деятельности Поэтому пишите Будем все читать И Принимать Соответствующие выводы Делать Субтитры 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 Субтитры